Дорогие друзья, сегодня у нас гость, у нас продолжается рубрика «В гостях у Саватеева». У нас гость Володя Гордин. Привет, дорогой! Привет. Володя. То есть я только хочу заметить, что на самом деле это вы у меня в гостях. Да, на самом деле Бояршина всегда говорит «Я в гостях у Саватеева». Я говорю «Подожди, а кто у кого в гостях?» Ну, как бы, я же тебя на балконе, говорит, нахожусь. Правильно, в этом смысле «Я в гостях», а Володя, это совершенно верно. Более того, сейчас я открою секрет, где мы. Вот что это за кабинетик такой? Это кабинет, это находится на шестом этаже Гидромедцентра Российской Федерации. Гидромедцентра Российской Федерации. Вы хотели знать, как предсказывают погоду? Вы хотели все знать о том, что это за прогнозы, когда они работают, когда они не работают? Ну, вот все не все, но что-то мы сегодня вам обещаем. Это вот такой маленький анонс. Да. Ну, пока расскажи, как ты, например, сюда попал. Ну, и вообще, как-то вот, ну, расскажи про себе. Попал совершенно банально. Я не был принят по естественным причинам на Мехмат МГУ. Сейчас я объясню. Дело в том, что наши слушатели могут не знать, что такое естественные причины. Потому что среди наших слушателей есть... То есть, что такое инвалиды пятого пункта? Да, 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 да. Есть большая категория до 30, а здесь полностью уже это знание полностью размыто. Более того, пятый пункт не вызывает... Да, никаких ассоциаций. И даже ты говоришь, что он еврей. Он говорит, ну и что, ну там, это татарь, он еврей, да. То есть, как бы, сегодняшний... Может быть, это и к лучшему, хотя, конечно, историю лучше знать. Да. Значит, на Мехмат МГУ с 1970... Тогда еще как повезет было. Там, через год, через два это было практически невозможно. Какого года? В 66-м поступал. Правильно. Моя мама, дочка Исаака Александровича Лурье, известного российского... Советского... Механика. Нет, это другой. Другой? Это военный, значит, лектор военной академии имени Куйбышева и автор книги трехтомника «Высшая математика» для военных. То есть, моя математика для гуманитариев, на самом деле, это как бы продолжение... В каком смысле продолжение семейной темы. Так вот, моя мама, Вера Исааковна, хоть и имела фамилию, ну, как бы, Мартиновская, в этот момент, но она, значит, на Мехмат не попала бы двумя годами позже. А в 64-м еще попала. Да, в 64-м еще было можно, да. Вот, поэтому я кончал МИЭМ, но через несколько лет меня бы туда не... МИЭМ, да, МИЭМ, папа работал, там его не допускали до приемных комиссий, потому что ему невозможно было объяснить, что кого-то надо брать, кого-то не брать. МИЭМ тоже не брали, брали в два места. Ну, вот, нет, МИЭМ вот в моем году еще брали вполне, я туда поступил, потом было распределение. Так. Я сказал, что я хочу сюда. В Питер-Медцентр, да? Было место, я знал, хотели запихать в ящик, но я так уперся всеми лапами и сказал, что в ящики никакие не пойду. Опять же, для наших молодых слушателей, ящик, почтовый ящик, такой термин Советского Союза. Да, 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 то есть, молодые могут подумать, что это какой-то такой деревянный ящик, и которого почему-то меня надо было затолкать. Да, 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 да. Да, значит, это называлось почтовый ящик, это там, где была секретность. Вот. Половина, наверное, людей с высшим техническим образованием работала в ящиках, я не знаю, может быть и больше. И, соответственно, они там давали всякие подписки обо всем, и вообще представить себе, как выглядела вообще публикация, как процесс публикации был. Расскажи, это интересно, на самом деле. Да, значит, компьютера еще не было, но пишущие машинки, эра пишущих машинок от руки. Человек написал статью, большую, маленькую, хорошую, плохую, написал статью. Он должен был получить разрешение на публикацию. И ему выдавали, мне выдавали, значит, это два листа размера А3. То есть, надо было в двух экземплярах от руки. Там была масса вопросов. Ну, там, как меня зовут и так далее. И там было написано, что в этой статье не содержится этого, не содержится того. То есть, вот, если пройтись по списку, то было понятно, что ничего в ней не сделано. И в конце, и поэтому она может быть опубликована в открытой печати. Подпись, да. Значит, и это надо было два экземпляра от руки заполнять. Ну, это работа минут на 40, наверное, такой утомительной работы. Отвратительной совершенно. Если ты там ошибался, то надо было, значит, повторить. Это не внести буковку в компьютер, распечатать снова внимание это все о других. Да. Это надо было, там нельзя было истерить. Это надо было все аккуратно, значит. Интересно, где сейчас хранится все это вот богатство. Мне кажется, что уничтожили. Я надеюсь, я надеюсь. Да. Но, в общем, для психологов древности, через некоторое время это представило бы большой интерес. Вот, я, значит, да, сюда, да, я пришел сюда, и здесь вот я проработал, значит, в 72-м году меня в начале 72-го года приняли прошлого века. Внимание, я 1973-го года рождения, а Володя в 72-м здесь уже работал. Да, значит, отсюда я ходил на овощные базы, отсюда я ездил на картошку. То есть, нас это все считало, что это... Вот, и, ну вот, тем не менее, я здесь. Так, а еще я, наверное, угадаю, если скажу, что ты из второй школы. Ты стопроцентно угадал. Вариантов нет, в то время, как было потом, в мое время это 57-е, однозначно, и я тоже. А в то время второе. Значит, причем я, по-видимому, кончал самый сильный поток, это был Дымкинский поток. То есть, Евгений Борисович Дымкин, покойный, привел с собой кучу учеников. Он вообще, так сказать, с молодого возраста... Схема Дымкина, группа Ильи. Совершенно верно. Имеется в виду, между прочим. И случайный марковский процесс, вот это все, Евгений Борисович Дымкин. И он занимался вот работой с молодежью. То есть, вот огромное количество учеников, сам он ученик Гельфанда, а огромное количество... Израиль Моисеевича, да? Израиль Моисеевича, да. Который тем самым еще старше него. Да, конечно. Хотя и не очень намного. Отдельная история про то, как Гельфанда попал в Москву, я не знаю. Нет, не знаю. Это я расскажу. Это же интересно, да. Да, это я расскажу. Тут недавно был столетний юбилей. Гельфанда, да. Да, Гельфанда. И я вот это в деталях... А дожил он до чего-то такого, серьезного. Сто минус. Сто минус, да, да. Вот. И... И огромное количество людей, которых он привел, тогда это были в основном старшекурсники, ну, и некоторые аспиранты. Вот, например, Саша Венцель, известный такой математик, вероятно. Адой Венцель. Адой Венцель. Сын... Сын Грековой. Сын Грековой, ну и, соответственно, генералы. Отец был генералом. Тоже преподавал, так сказать. Генералом, да? То есть муж Грековой был генералом. Да, да. И, при этом, она писала такие довольно откровенные вещи. Венцель, Венцель. У нее вышибли с работы за... При том, что муж был генералом. Да, да. За еврейскую поэму, да? Нет, нет. За всякие рассказы и повести. Там, она на испытаниях и так далее. То есть она вот это... Вот, и там... Я считал это... Время... Сейчас, господи. Ну, там, еврейская семья, история длинная-длинная-длинная. Левиная. А это я, наверное, не читал. Или ты путаешь? Нет, нет, нет. Значит, двое детей математиков. Это Таня Венцель, который дефурщик. И Саша Венцель, который вероятность не... А, Витя Кацетта, который... Алгебра Кацетта. Вот он был руководителем нашей группы. Он тогда учился на пятом курсе Нехмата. Вот. И он, насколько мне известно, уже очень давно сидит в кабинете фон Неймана. Так вот, на... Так сказать... Согласись, что... Кацетта отец знает, помнит по Миему еще. Да, да, он как-то небольшое время был там... Да, а я, значит, помню, веселая история там... Была в стекловке, если уж мы... Ну, на канале чуть-чуть похулиганить можно. В стекловке шел семинар, была польская девушка. И кто-то обещал связь с алгебрами Кацетта Муди. Так. И, значит, когда... Третий раз, значит, кто-то из зала спросил, «Да где же связь с Кацеттом Муди-то?» И докладчик говорит, «Подождите, будет вам Кац, будут вам Муди». Так. После чего все стали ржать, включая эту польскую девушку. Витя подошел к ней и спросил, «А ты над чем ржешь?» Ну, как, говорит, Кац, это же похмелье по польскому. Да. А ты, кстати, ты знаешь, что такое Кац? Ну, по... Нет, по-еврейски не знаю. Это, на самом деле, это аббревиатура. Когена дам садик. Когена дам садик. И что это? Кац. Коген, это кто такие? Когена, это понятно. Коган. Это, да, священники. Когена. Коган, да. Адам это человек. А, Адам, Коген, Адам... Садик. А садик? Праведный. Праведный. А, вот оно что. Да. То есть Кац, это по определению... Означает, что он имеет происхождение Когена. То есть является прямым потомком по мужской линии от Аарона. От Аарона. Да. Брата-мужа. Первосвященники, да. То есть там дополнительные обязанности есть по кошелке сверхобычных. Так что вот такая история. Да. Вот. Просто если у тебя фамилия Кац, то есть дополнительные... Да. Ну, обязанность. Обязанность. Да, ясно. А вообще в худаизме можно. Ну да, естественно. По мне это бывает, да. Ну, теперь сейчас... Каток вот у нас преподавал. Недавно умерший Каток. Я слышал тоже фамилию. Да, но это такой вот по динамическим системам. То есть был очень вот дифурщик такой Миша Михаил Анатольевич Шубин. То есть вот когорта математиков. А Маргулис, Гриша Маргулис преподавал. Тоже был на нашем потоке. Студент, по-моему, пятого курса тогда он был. Филсовский ЛВР. А. То есть вот это... А из параллели второй школы кто еще? Ну вот тот, кто вот у нас... Из известных. Я думаю, что я многих знаю. Наверное. Наверное, ты знаешь. Сабир Гусейн Заде. Конечно. Вот он учился в Б, а я в В. Так что вот... Так. Ну, вообще вторая школа. А, наверное, стоит... Шлома же тоже из этой параллели? Да. А. Он ВА учился. Шлом Уэббер, мой шеф. Да. Он учился в ВА. Я подарил дочку Надежду. Это подарок ему в его день рождения. Понятно. Второго сентября. Значит, наверное, стоит рассказать историю. И Катышев с Кависевским, получается, да? Нет, этих не знаю. Они, по-моему, со Шломом. Нет, 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 нет. Весь наш поток я знаю. Я тут летом устраивал зум-конференции с нашим потоком. Так что это я всех знаю наших. Ну, тех, кто совсем не пропал, а, значит, и кто жив. У нас это уже существенная оговорка. А вторая школа, это был действительно такой светоч. Во второй школе. То есть вот там на Олимпиадах это была вторая школа и все остальные. Ну, это понятно, да. Потом стала 57-я, а вторую разгромили. Разгромили, да. Советские начальники. Да, и я сейчас расскажу эту историю. Она поучительна. А потом уже в перестроечные времена выпускники так собрались и стали ее восстанавливать. Ну, в общем, как-то, если она уж не с таким отрывом, то все-таки одна из лучших школ. Ну, да, безусловно. Да, и был уже, ну, что же прошло лет 15 тому назад или больше, был юбилей. Был юбилей второй школы во дворце пионеров на Ленгорах. И народу было столько, что не влезли в актовый огромный зал. И там поставили экран фойер. Вот, и я имел... Притом, что очень многие уехали. Да, умерли. Кто-то умер и все равно не влезли. Была толпа, и там от министерства адреса зачитывали, все было очень торжественно. Я, значит, сидел рядом с Владимиром Федоровичем, директором, которого тогда уволили. И говорю, вот очень интересно, если снова все переменится, что эти ребята будут говорить. Да, ну вот, а потом мы пошли в школу, поскольку это недалеко, вторая школа, там за универмагом Москва, это пешая доходимость. Вот, и мы пошли еще даже свои, как бы вот пошли дальше еще потусоваться. Тут 10 минут буквально. 15, можно, в общем, какие-то такие не астрономические времена, а настроение такое было более-менее праздничное. И я там был спокойным уже теперь моим другом Андрюша Недоспасов. Он был доктор химических наук, такой замечательный химик. И он там преподавал во второй школе, он еще заодно преподавал, он был соросовский учитель. Вот, и мы там заходим в какой-то класс, там по классам свои, вот прямо нынешний там 10 или 11 класс, а его они знали, он тогда актуально преподавал. И один из ребят, значит, говорит, я вот тут, вот упоминали несколько раз, вот там вот, что вот школу разогнали. А я вот, почему ее, зачем ее разогнали? Это за молодых, да, кто-то? Да, вот 10-классник. А, ну понятно, да. Да, я ему объясняю, что вот один из преподавателей, Севашинский такой автор, там, задачник, он подал с семьей заявление на отъезд в Израиль. И поэтому школу разогнали, то есть уволили директора всех завучек. Я на него только посмотрел и вижу, что написано в его глазах. Он понимает, что происходит, да? Что у дяди седая борода, а так уврет. Ну не может такого быть, да. Уехал человек. Да, да, и почему надо было разгонять лучшую в стране школу, выгонять... Это интересный момент, да, почему вот, да, как объяснить? Да, то есть, понимаешь... Я объясняю обычно так, что на самом деле везде, где вот такая серьезная интеллектуальная деятельность происходит коллективно, возникает угроза, ну, по отношению к действующей власти. Ну, угроза просто... Да, это был 71-й год. Ну, она ощущается. Ну, конечно. Поэтому тут нужен только повод. Да, конечно, конечно, конечно. Вот это была некая капля. Это как раз... Да, то есть там был... Там был Анатолий Якобсон, который вот занимался хроникой, выпускал хронику текущих событий. Я там... И вообще школа сбегалась на его лекции. Он читал в актовом зале лекции по истории по разным поэтам. И в общем яблоку в самом буквальном смысле только что на люстрах не висели, слушая... Ну, вот я когда учил, 65-й, 66-й... И это хрущевская еще? Или уже пресса? Уже... Уже начали. Да, 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 уже начали закручивать. И у нас потом учился сын Даниэля. Отдельно, значит, Владимир Федорович рассказывал, что когда Даниэль сдавал экзамены, его вызвали в райком. И он с собой принес сочинение Даниэля, чтобы тебя там посмотрели, что там нет Карамова. То есть вот... Это еще было, значит, вот за какое-то небольшое время до разгона школы. То есть вот эта школа была бельмом на глазу. То есть там каждый год был там мешок медалей. Ну, конечно, конечно. И там грамоты тоже надо было, чемоданом всякие... Ну, и потом это же все... Это же не просто внутри СССР. Это же все межнары. Это же, ну, как бы понятно, что это и шло из-за границы, это тут же ты приезжаешь и выиграешь Олимпиаду международную. То есть к тебе пристальное внимание всего мира. Да, 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 да. То есть тот же Сабир был... Лучшая школа в мире, а не только в Москве. Сабир там был победителем международных олимпиад. Да, 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 да. То есть это как бы... Вот. И все не разогнали. И разогнали, да. И вот эти все чиновники, они понимают, что там даже приходишь, и вот эти, значит, школьники, вместо того, чтобы шапки ломать, они, значит, так смотрят, а чиновник очередной приперся. Когда ты вообще свалишь отсюда, скотина? Они люди вежливые, не говорят, но в глазах видно, да, что не уважают, не боятся, как бы вот не любят. И поэтому... А власть у нас? Ну вот надо поквитаться. Но потом, понятно, по законам бытия, наверное, это законы физики, критическая масса интеллектуалов где-то должна была осесть, поэтому произошла 57-я школа. Ну, наверное, но на самом деле очень много, конечно, уехало. И когда, и когда, и когда, и когда, и когда, и в общем, конечно, я думаю, когда принимали решения разные люди, каждый там свои имел аргументы, но тот факт, что вот нашу школу вот здесь разогнали, он, конечно, на многих влиял, вообще на отношение к происходящему, это вот тоже повлияло. Ну да, да, я на свой канал, я разъясняю молодежи, чтобы такое была советская власть, не стесняюсь. То есть оно было не... Потому что у молодежи есть и другие учителя, которые объясняют, что наоборот, советская власть была прикривалась, но вот как бы, ну, нужно все-таки, нужно как-то, я поэтому, я как противовес тут действую, я часто разъясняю, что она была за властью. Так вот, понимаешь, это было огорчительно, но это не было удивительно. То есть вот разгон школы никто не воспринял, вот сейчас так, всплеснув ручками, как это могло случиться. Это было как бы естественное продолжение, значит, в тебя выстрелили. Да, в тебя выстрелили, и ты упал. Вот это было так. Ну, тебя держали на прицеле все время. Да, 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 да. Вот это была такая... А в 87-м уже уже не успели, там раньше кончился Советский Союз, чем в 57-м школе. А помню, в 87-м они все-таки хотели, вот я только поступил, и последние потуги были, что вот закрывают на ремонт, уже таким новым методом, полуподлым таким, закрыть из-за ремонтов, из-за чего-то, и потом отстояли. А потом уже все рухнуло, и уже, как бы, 57-м выдержал тогда. Правда, она не выдержала скандал другого вида. Да, 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 но это уже... Ну, а сейчас 179-й осело все там, то сейчас уже вот эта критическая масса в наших условиях оседает мгновенно в другой школе. А в то время, наверное, от 2 до 67-м еще было... Ну, черт, ну, сейчас все-таки более размазано, на мой взгляд. Ну, и вообще, как бы... Потому что 2-я школа, это был такой... Сейчас, да, сейчас много хороших школ. Не, ну, когда я учился, была 57-я, и только 57-я. Да, да. То есть, в момент, когда я учился, еще было все очень консультировано, но 57-й. А потом, да, сейчас действительно... Потом, знаешь, у меня есть история, она связана с моими знакомыми и Константинов есть, Николай Николаевич, ты не знаешь. Собственно, который и есть автор 179-й школы. Да, и многого другого. Снова вернувшись в нее, уже в 80-летнем, он снова и его ученики. Я имею честь с ним быть знакомым. Я тоже, да, его поднял. И у меня, значит, есть такая история. В свое время он меня принял в 7-ю школу. То есть, я был уже зачислен во 2-ю школу. Но мне сказали, что будет экзамен в 7-ю. В воскресенье, значит, и, естественно, я поперся. Там был Кромрот. Ты не бойся, а по-моему, не знаешь. Ну, вот, то есть, Ник Ник был тогда еще аспирантом. А Кромрот был, значит, он участвовал в проекте. У него был орден Красной Звезды, которым он хотел. Он сказал, с орденом. Афтен. Вот. Ну, ты посмотри. Ты посмотри по гугле Кромрот. И первое, что они сказали, что у кого есть награды за Московскую Олимпиаду, приняты автоматически, давайте документы. Я сказал, фиг ли я приперся. Давайте им заменуть. И, значит, да. И был принят вторично. Но поскольку сосудосообщающиеся, то на собрании Евгений Борисович сказал, что до меня дошли свидетели, что некоторые люди поступили не только в нашу школу. Вот пусть они определяются. Я подошел, гей Борисович, я вам вторую. Да, вот. То есть это, на самом деле, я просто хотел, как бы это сказать, руку добрую потешить. А прошло сколько-то лет. И у меня есть приятель, который давно живет в Израиле, ну, даже вот приятели, это муж и жена. И он был из глубокой провинции, Александровска, на Украине. А. И он был победителем Олимпиад. И он приехал поступать на Мехмат, и его постиг, это он лет на 5, на 7, моложе меня. Его постиг естественный результат. Его нельзя. Ну, понятно, да. В то время уже все. Да. Сколько брали? 2 или 3, да, там? Ну, я не знаю, да. Хотел анекднушил такое чудо-юдо. Это студент еврей на Мехмате. Да, да, да. Вот. И его не принял... Ну, обычно это по личным звонкам, естественно, делалось. И вот, видите, говорит, что я очень пережил. Я очень переживал, что вот я как бы считал, что... А ему дома не объяснили? Вот не объяснили. Что я думал, что я вот... Да, а вот на экзамене выяснилось, что я... Вот. И говорит, что Ник Ник собрал вот таких, как он, в какой-то аудитории. И сказал, я вам помочь не могу. Но вы должны знать, что дело не у вас. И вот, видите, он мне говорит, что его это очень морально поддержало. Нет, он правда не понимал. Вот честно не понимал. Вот... Я вот... У меня иногда потрясает наивность людей, если как бы... Слушай, это... У меня в моей семье очень... Лёш, это называют, что ты такой умный, как моя жена потом. Нет, то есть у нас просто вот... У нас много знакомых в этой тасовке, все прекрасно всё понимали. Лёша, сдвиг по времени сделай, и потом ты... Нет, тогда же, тогда всё понимали. Нет, всё-таки он старше тебя. Он старше тебя. Вот. Нет, нам уже говорили наоборот. То есть моим одноклассникам, там, моя еврейская четверть никак не выпирала из меня. А вот одноклассники, которые поголовно были, евреи, там, буквально три четверти, а им просто чётко говорилось, там, у вас есть всё ещё шанс не поступить, потому что ситуация непонятная. Вроде бы уже всех берут, но ещё не до конца. То есть всё было точно понятно, почему и в силу чего. То есть это как бы не было никакой истории. Ведь собирали, а вот я не знаю, застал ты или нет, в частности, Саша Шинь, ну, в общем, многие Шинь, это выучаете, да. Собирали на выходе, на выходе, какие задачи давали на завал. Да, давали, конечно, да. А вам дали трансцендер, да спи. А вам? А Сахаровым есть история. Ты знаешь эту историю? Что там какого-то, значит, Сахарову пожаловались, что вот завалили. И Сахаров взял эту задачу, он её решил час. Вот, он потом пошёл жаловаться Петровскому. Я не помню, чем кончилось, но, в общем, вот такая была история, что Сахаров, значит, будучи в свободной, нестрессовой ситуации, решил задать час. Час, час, да. Да, 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 мальчику там минут за 10, значит, будучи там за ногу подвешенную, да. Да, 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 да. Ну, вот такая история. Да, так что же я хотел-то, ты меня немножко разбил. Нет, я удивлялся наивности определенных советских евреев. Подожди, подожди, но я тебе хочу сказать, что я потом был юбилейник Ника, и я ему рассказал эту историю. Он не помнил, да? Он не помнил. То есть, по-видимому, он сделал хорошее дело и забыл. И забыл. Вот это как бы высшая степень праведника. Понимаешь? Не то, что я помню, что я позапрошлом году старушку через дорогу перевёл. Вот я помню, да, перевёл, да, не стукнул, а наоборот перевёл. А значит, сделал и забыл. Сделал и забыл. Вот это настоящий, так сказать, поступок праведника. Он не помнил абсолютно. Вот, а значит... Там целая движуха была, кто-то сидел за это, там, скажем... А был, ты знаешь про подпольный университет? Там человек погиб. Не знаешь этого? Значит, был... А это был как бы независимый университет, только... Да-да-да, Суссан, её звали Сусс, как же её фамилия была? Сейчас, как её Белла, кажется, звали. Была потом в математическом просвещении статья, посвящённая у меня дома, ей журнал. То есть, был организован специально... Такой вот подпольный университет. Университет, лекция, да? На дому, да? Да, по-моему, где-то даже как-то это под видом кружков. Да. И многих людей... Там учили не поступивших в юрии, да? Тех, которые поступили куда-то в другое место, их учили... Доучивали просто. Доучивали, да. И это продолжалось года два, а потом это всплыло. И это стали, значит, органы вмешались. Там один из преподавателей оказался ещё и в диссидентском движении. Встречен, туда пошло. Вот. И её вызвали на Лубянку. С ней разговаривал следователь. Очень верно. А обвинения были, кажется, такие, что там собирали деньги на бутерброды. И, как бы сказали, шили коррупцию. Шили коррупцию. Да. То есть, вот, там были собраны деньги, чтобы там, вот, в процессе занятий, там по бутерброду, колбасу и стакан чая выдать, значит, что вот это, значит, видно плетворное влияние Запада. Она разговаривала со следователем. Вышла, как бы, вот такая вдохновлённая, что вроде бы я ему всё объяснила. И потом на следующий день её сбила машина, которую не нашли. И причём в таком месте, где машин обычно не было. Начались уже подлые методы. Вот, не докажешь. Ну да, я понял. Вот. Может быть, когда-нибудь это всплывёт, как всплыл у Дела Михорлса. Может быть, когда-нибудь и её... А, да, там же Сталин тоже, как бы, восторгался, да, вслух. Наш еврейский театр, да. А ты не знаешь? А это история, поскольку я знаю... Нет, я слышал, что его... Я знаю подробности. Его никто не судил. Сейчас, сейчас. Поскольку мы вот до математики, видимо, ещё не спорю. Дойдём, дойдём. Нет, нет, у нас три части. У нас сейчас будет разговор о жизни, о советских реалиях, там, в том числе, о еврействе в СССР. Ну, раз уж мы у Володи Гордина, то мы можем поговорить про еврейский вопрос. Потом у нас будет разговор про Гидромедцентр. Да. И прогнозы погоды. Вот, так вот, про Михоэлса, да. Ну, и вообще про эти методы. Да, про Михоэлса. Методы были разные. Методы были разные. Да, вот эта история действительно такая выбивающаяся. При том, что и людей ещё более знаменитых, как бы, ночью хватали. И вот. Ну, все дела, да. А тут по-другому. И, конечно, очень интересно, чем... Для наших слушателей, Михоэлс, это руководитель первого, может быть, в мире, да, театра «Навидишь». Да, он назывался Госэт, Государственный, там, и так далее, еврейский театр. Он сейчас восстановлен, и мы сейчас... На Варшавке, да? Да, Левенбук руководит. Да, да. Вот. И он был выдающийся актёр. Его коронная роль была король Лир. Вот я, да. Я, естественно, не видел по причине возраста, а вот те, кто, соответственно... И он, вот его зрители, может быть, видят в маленьком эпизоде, в известном фильме «Цирк». Там, в самом конце, когда вот этого негритёнка передают по рукам, и там поют колыбельную песню на разных языках. И куплет на «Идиш» поёт Михоэлс. Вот такой невысокий, некрасивый человек, немолодой, но вот говорят, что это был гениальный король Лир. Во время войны он возглавлял еврейский антифашистский комитет. И был, понятно, в славе там вполне, да? Значит, та история тоже была. Он был не первый, потому что сначала там были некие люди из Бунда, совсем недолго. А потом они были уничтожены. Сталин, это всё произошло в 41-м году. А Бунт это что такое? Бунт это то, что было чуть раньше, чем РСДРП. Это то, с кем Владимир Ильич размежевался, кажется, в 903-м году. А. Понятно. Это еврейское социалистическое движение. Движение, ага. Вот. А Троцкий с ним как-то связан был или нет? Нет. Нет, да? То есть, он от него тоже... Да, так вот. Он стал руководителем. Он был послан в Америку. Так. Во время войны, да? Во время войны. Он там собрал огромные средства. По-моему, 50 миллионов тех долларов. На нужды советской армии. То есть, он ездил по городам. Я понимаю, пару нулей точно можно приписывать. Ну, в общем, это были огромные. 5 миллиардов сегодняшних примерно. Вот. То есть, мне рассказывал человек, отец которого присутствовал на одном из таких выступлений. То есть, он, значит, началось... Он сказал, пропустите, пропустите. Вот идёт еврейская женщина с мёртвым ребёнком на руках. Все повернулись вот так вот это вот. Значит, вот это вот такой актёрский образ. Вот. То есть, он говорил, что там люди срывали перстни с рук. Значит, кидали на поднос деньги. То есть, вот на одном из митингов, в одном из городов, там это было на помосте. Народ ринулся на помост. Помост сломался. И он сломал ногу. Михоэлс, да? Михоэлс. Он продолжал ехать в гипсе. То есть, вот по городам Америки он ехал в гипсе. Вот. И он привёз... То есть, помимо денег, главное, чтобы была симпатия колеблющейся американской публике к Советскому Союзу. Потому что дядю Жо были некоторые основания не любить. Но там не всё было известно же. Не всё было известно. Ну, в общем, всё было сложно. В самой Америке антисемитизмом было навалом. Ну, вот, тем не менее. Понятно. Собрало, да? Да. И дальше, когда война шла к концу, значит, стало ощущаться, что, в общем, не ко двору. Что вот они... Они причём предлагали, что... Стал головной бой из Сталина, да? Да. По сути. Потому что возникла у него параноидальная идея, что там евреи его лично хотят сжить со света. Что там ему... А ему всякие клали ещё всякие записки, что евреи к нему подбираются, ищут ходы. Вот это и так далее. И там идея с Крымом вот и была. То есть, как бы инициировано сверху, что вот передать Крым как еврейскую вместо Биробиджана. А потом... И Молотов сказал, напишите докладную записку. В смысле, хотели туда вместо Биробиджана? Более приятное место для Биробиджана. Это правильно, да. Но потом, значит, товарищ Сталин... То есть, там были разные. То есть, Сталин пытался, кажется, под это дело выбить какие-то новые ленд-лизы. Там какие-то миллиарды долларов. И на них построить побыстрее атомную бомбу. Но когда это не выгорело, он на всё это очень обиделся. Евреи стали не ко двору. А тут ещё Израиль, вот такая самостоятельная. Появляется единица. И симпатии, и какие-то люди присылают заявление, что вот они боевые офицеры и хотели бы поехать в Израиль, защищать, так сказать, идеи социализма. В 48-м, да? В 47-м, в чём они писали это... Вот когда была война. После войны. И Михайловск как бы стал главным евреем Советского Союза. А, ну и стал не ко двору. И стал сильно не ко двору. И он был... А он был в комитете по сталинским премиям. Он был сам лауреат сталинской премии. И он был в комитете по сталинским премиям. И он... И объяснить ему что-то было очень сложно. Он давал премии так, как считал нужным, естественно. Причём там долгое время он был вполне в поворе у Сталина. Потому что в какой-то момент он сказал, что надо не мне дать, а вот так вот. А вот тому-то. И он был послан в Минск посмотреть некий спектакль с тем, чтобы выдвигать его или не выдвигать на сталинскую премию. Может быть, что-то он догадывался, потому что он как-то очень особенно прощался перед отъездом. Это было самое начало 48-го года. С ним ехал ещё один человек, Голубов Потапов, который, видимо, был сексотом. Он был театральный... Это, значит, сексот, несмотря на звучание, которое в наше время намекает на что-то другое, это секретный сотрудник, чтобы молодёжь понимала. Это небольшое слово. А то есть сексот, ну, как бы, может, какой-то ещё с сексом связанный... Нет, это секретный сотрудник, да. С определённым-либо сексом связанный. Короче, это агент КГБ. Секретный агент КГБ. ГБ тогда ещё не был. Тогда это было Министерство безопасности, о котором руководил товарищ Абакумов. И они поехали туда, и причём было известно, что Михайлов был человек очень компанейский, застолью очень любил, просто очень любил. И его пригласили, как бы, вот, артисты хотят с ним пообщаться, вот будет застолье. Подали машину, значит, в машине вкололи яд, привезли на дачу Цанавы. А ещё не, он долгодействующий был, как бы, яд, да, или нет? Нет, он быстро действующий. То есть он уже был убит? Он был убит, видимо, в дороге. Привезли на дачу Цанавы. Это был тогда министр госбезопасности Белоруссии. Так. А производила это всё, была специальная группа, послана из Москвы, на машинах они ехали, которой руководил заместитель Абакумова по фамилии Огольцов. Всё известно, всё известно. Потом всё это мы смогли восстановить? Значит, их всех наградили боевыми орденами. Вот всех, там было несколько офицеров, и во главе с этим Абакумовым. И потом их трупы подбросили ночью на улицу, это была зима, и переехали автомобилем, грузовиком. Утром их нашли, минская милиция стала искать, нашла грузовик, грузовик, который был из гаража ГБ. Дальше им сказали, спасибо, товарищи. Молодцы, работайте хорошо. Больше, пожалуйста, не работайте. Копать дальше не надо. Да, всё. Лопаты сдайте на склад. Его привезли в... Делали экспертизу, что в пьяном виде переехали. Нет, что несчастный случай. Несчастный случай. Несчастный случай, ДТП. Хоронили в Москве с почестями, но слухи ходили. А когда это выяснилось? Уже в совет... Что именно? В пересрочное время, вот всё, что было, на самом деле. Значит, ситуация следующая. Поскольку между Лаврентий Павловичем и Абакумовым возникли... Лаврентий Павлович Берия, который был следующий, да? Да, он был до того. А, он был до того. Он был руководителем атомного проекта, и он как бы тоже был по ведомству спецслужб. Но министром госбезопасности... Даже Сталин не любил, чтобы концентрировался слишком много в одних. Поэтому это были конкуренты. И, значит, через месяц, или раньше, после смерти Сталина, Берия арестовал этих людей. И написал докладную о том, что, значит, Игольцова, как, значит, опорочившего звание советского генерала, разжаловать вот это убийство Михоэлса. То есть, за убийство разжаловали? Ну, да. Превышение полномочия. Нет, просто вот, что, значит, не было сказано, что это Сталин приказал, а убийство, ну, вот как, вот, все это известно. Но там ситуация была следующая, потому что дальше шла цепочка, дальше шла цепочка к Игнатову, который был тогда министром безопасности, а Игнатов был человеком Маленкова. И, значит, Маленков просчитал двухходовую комбинацию, что в два шага доберутся до него. И это была одна из причин, почему Лаврентий Павлович, соответственно, расстался с жизнью. Дальше Агольцова выпустили, как жертву Берьевских репрессий. А Цанаву, поскольку фамилия была другая, он, его не выпустили, и он погиб в тюрьме. То есть, вот, разница в фамилиях тут в этой, в этом пассиансе сыграла роковую роль. Значит, ну, его все-таки из органов выгнали, и дальше его... Ну, из-за того, что Иберия и Цанава, как бы, одного поля ягоды, да, из-за этого? Да, конечно. То есть, грузинскую часть из Губе там истребили. Ну, в общем, это ребята, которые понимали, с этим правилом они играют. Для них не должно было быть удивительно. Но Абакумов тоже, он ведь там несколько месяцев сидел в холодильнике. То есть, кажется, то это... То есть, его не били, но его посадили в такую морозильную камеру. А он был какой-то очень здоровый мужик, он там несколько месяцев сидел, и чуть ли не от него было изобретение. Понятно. То есть, перед тем, как расстреляют... У Сорокина есть такой рассказ «Кочерга». Ну, я догадываю. Да, хорошо. Значит, ну... Не будем, да. У Людовика Одиннадцатого там был какой-то придворный, который изобрел какие-то специальные клетки для заключенных, в которых... Они можно было сидеть только скрючившись. Естественно... И он, в конце концов, туда попал, да. Такую, значит, вот клетку. Да. Выдержал эту камеру и выжил, да? Нет, он не выжил. Его все-таки расстреляли потом. А, нет, ну, в смысле, в холодильник он выжил? Да, да, да. То есть, вот он как-то там держался, да. Сейчас показывают всякий вот этот фильм «Смеш», по-моему, я там иногда несколько секунд раньше, чем я выключил, там показывают еще Абакумова, какой это был, значит, выдающийся военачальник. Ну, да. Улица до сих пор, Абакумова между Лосем и... Да, есть. Да, да, есть. Не знаю, того или иначе, честно говоря. Вряд ли, поскольку его еще при товарище Сталине арестовали и расстреляли. Наверное, это моя невежность, это очень другая. Там была потрясающая совершенно история, ведь это было дело вот врачей и антифашистского комитета, который вел Абакумов, и у него один из, значит, арестованных, был в самом начале процесса, умер подседствием. И тогда подчиненный Абакумова написал донос товарищу Сталину, что тот заметал сведы, что он сам связан с еврейским подпольем. И после этого Абакумова, соответственно, товарищ Сталин велел посадить и выдвинул Рюмина. Но уже в самые последние дни Сталину, когда шло дело врачей, и Рюмин уже оказался под боем, он успел написать письмо Сталину, что товарищ Сталин, я понял свои ошибки, я не применял все методы допроса, которые можно было бы применить, но я ошибки осознал, вы меня, пожалуйста, верните на должность, и я уж этим врагам покажу. Все показания будут получены. Да, да, да. Но и тут вот, значит, великий корничек переселился в иной мир. Вот это, это потрясающая вещь. Есть, кстати, я не знаю, читал ты или нет, записки Раппопорта. Был такой Яков Раппопорт, патологоанатом. Мне кажется, мне их дарили. И они у меня где-то есть, но я их не читал. А вот книжки надо читать, тем более подарили. Значит, я знаком с его дочерью, Раппопорта, она тоже написала, и, может быть, с литературной точки зрения даже лучше. Но он был патологоанатом. Он был патологоанатом. И его арестовали, да, а жили они у Сокола. Там есть такой дом, который для врачей построен, у Сокола. Большой дом, я его и знаю даже, может быть, и ты знаешь. Я подозреваю, что у меня там живет очень хороший друг и одноклассник. Вот. Ну, по крайней мере, по-моему, он говорил что-то про это. И его арестовали под самый конец. Вот это все его собирали. Его даже не били, но сна лишили. Что было очень тяжело, конечно. Вот. И, значит, там его допрашивали. То есть он это все описывает. Значит, его допрашивают. И следователь себя вот так вот раскаляет. В какой-то момент следователь делается плохо. И Раппопорт говорит, может, вам врача? То есть у него срабатывают другие вот реплексы. И, значит, ну, да, перестали принимать передачи. То есть какое-то время брали передачи. А мать пришла и сказала дочерям, что папы в общем. И дальше вдруг как-то энтузиазм у следователя исчезает. Вообще он на допросе не читает, читает газету. То есть вот его привели там на допрос, следователь берет там газету, читает. На следующий день другой следователь. Этого нету. И еще через несколько дней их... Говори громче. И еще через несколько дней, значит, он звонит из автомата. Я говорю, что я сейчас приеду, чтобы вы просто в обморок не упали. Да, перед этим позвонили. Пустили просто, что ли? Да. Значит, что это вот, говорит полковник такой-то, с профессором все в порядке. Очень волнуются за семью, что передать профессору. Ну, и еще через несколько дней, значит, Сталин умер. А, ну! Да, 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 да. Там еще был вопрос. Значит, там, вот как раз вот на этом сломе следователь говорит, вы знаете, у моего дяди, вот он приболел, у него вот такие-то вот симптомы. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Значит, Рапопорт говорит, что если вы ждете от своего дяди наследства, то ваше дело в шляпе. Он из газет, значит. Дыхание Чайнстокса. Да. И, значит, потом его там пытаются выяснить, кого бы вы порекомендовали из врачей. Он говорит, так, вот этого. Нет, но он у вас. Вот он у вас. В смысле, под следствием всех. Ну, не под следствием, в тюрьме. В тюрьме. Да. Они говорят, а вот этот академик. Он говорит, ну, он, конечно, академик. Ну, в общем. Врач плохой. Да. Да вы мне лучше скажите, кто на свободе, что в яму. Краткий список сообщите. Значит. Да. Да. Это был знаменательный день. Мне рассказывают, как мой дед сидел, вот пил чай или кофе. И, санкориционно, слурье. И вот, значит, по радио раздался такой голос. Левитана. Голос только начал говорить. И дед так опустил голову вниз, поставил чашку, повернулся к моей бабушке и сказал, все, умер. Да, но он там еще непонятно. Ну, и там было ясно, что в Биробиджан уже никто не поедет. А все готовилось. И не в Биробиджан, а может быть севернее. Ну, объявлялось, что будет переезд. Ну, или как? Готовился переезд в Биробиджан, да? Значит, ситуация была следующая. Значит, причем есть такой историк Костырченко, с которым я даже знаком. Который написал большие, хорошие книги. В общем, есть «Сталин и еврей». Толстая книга, очень много фактов. В частности, вот история про Гольцова, я оттуда. Детали уже. Но он стоит на том, что идеи депортации евреев у товарища Сталина не было. Что вот это слухи. При этом я просто был на его выступлении. И он это аргументировал. И, мол, поскольку это был такой вопрос, вполне болезненный и важный, то его постоянно об этом спрашивали. Он говорит, я там перерыл массу документов во всех архивах. Я, например, нашел записку, где Берия Сталину, 44-й год, что вот мы войска по депортации чеченцев готовы, просим дать указание о начале. Такую бумагу, говорит, я нашел. А вот бумагу о том, чтобы выслать евреев, я не нашел. Поэтому ее нет. Я на это я ему сказал. Не очень аргумент. Не очень. Сейчас очень многие ревизионеры говорят, не было расстрелов, нет за документов. Позвольте, продолжим. Я нашел сразу, что если предположить, что товарищ Берия по собственной инициативе 100 тысяч войска снял с фронта и отвел их в тыл по собственной инициативе, а теперь задним числом у товарища Сталина просят это одобрить, а заодно по дороге захватить всех чеченцев и ингушей, то это странная идея. Скорее всего, Лаврентий Павлович Берия имел прямые указания 100 тысяч войска перебросить туда-то. Это не взвод. А 100 тысяч. Это 100 тысяч. Поэтому это означает, что есть либо место, где хранятся предыдущие бумаги, либо они были сказаны устно. Поэтому то, что вы говорите, свидетельствует ровно в противоположную сторону. А он парировал как-то, да? Нет. Нет, да? Нет. А к этому я хочу сказать, что я совсем недавно прочитал довольно скучную книгу записки министра Зверева. Был такой министр финансов в сталинские времена и в хрущевские. И он там рассказывает, была реформа, была денежная реформа после войны. Когда, значит, там меняли деньги и можно было обменять совсем небольшое количество денег. За исключением того, что хранилось в Беркассе. То есть, он там продумывался, как это было. И вот еще шла война. И вдруг ночью, где-то, где-то, число 5. Звонок Сталина. Это вполне было. Значит, извинился за поздний звонок. Ну, подумал, что скорее ранний. И, значит, несколько вопросов. И, в частности, вот он поднимает вопрос о денежной реформе. Что, наверное, вот какие-то в связи с трудностями, какие-то денежные массы скопились не у тех людей. Надо как-то все это. И дальше он говорит, ну вот я, на что я, вот я, Зверев, отвечал, что я вот размышлял на эту тему, но еще ни с кем не делился. Ну, Сталин говорит, ну вот, может быть, со мной. Со мной, да. Ну, конечно, да. И дальше это начинает обсуждаться в повышенной секретности. И это продолжается несколько лет. Значит, был точно известен список лиц, которые что, кто мог знать. И Зверев рассказывает, что это обсуждалось на политбюро. И стенограммы этого вопроса не велось из соображений секретности. Да. Прямой документ, изданный в официальной печати в советское время, в 70-е годы, значит, вот министр Зверев, он это вот прямо пишет. Не велось стенограммы. Поэтому аргумент Костырченко о том, что что-то там было не написано, не катя, не катя, не катя. Вообще такой аргумент, в принципе, не катя. Да. Понятно. А, значит, это все... Человек сам может принять решение, оставлять и следы. Да. Хочет, оставляет. И известна в этом смысле очень велика роль Эренбурга. Эренбурга, который, конечно, играл по правилам. Но, в общем, он сделал то, что мог, и это сыграло. Значит, сценарий был следующий. Что после вот дела врачей, и тогда вот это была полная истерика в стране, требовали от врачей, чтобы они принимали, аптекари, чтобы они принимали лекарства, которые они выписывают. То есть, это была просто паника такая. Коронавирус отдыхает, да, наш весенний? Абсолютно. Абсолютно. Значит, полная паника. В журнале Крокодил, один из самых массовых, для тех, кто не умеет читать, там была во весь такой вот лист А3, картинка, значит, изображавшая такого носатого врача, которого рука рабочего за шиворот трясет, носатый такой, понятно, носатый такой врач, и у него летит, значит, трубка стетоскопа и золотые доллары, монеты золотые, на которых написан доллар, чтобы все понимали, кто в чем виноват и что надо делать. Вот. И все это вот готовилось совершенно. И была идея, что будет письмо, которое должны были подписать такие известные евреи. Там был, там, вот, Драгунский, который там был, генерал Драгунский, герой, так сказать, дважды герой, танкист, генерал, там, всякие артисты. Что евреям будет очень хорошо на дальнейшем, да? Нет, нет, не так. Сейчас я тебе расскажу. Текст известен. Что вот еврейский народ, будучи облагодетельцем советской властью, проявил вот чудовищную неблагодарность, взрастив от таких врачей-убийц. И мы просим дать нам возможность искупить свою вину на просторах Крайнего Севера. А, вот такое письмо. Да, и с тем, что, причем, предполагалось, что их будут везти по дороге, будут какие-то самосуды. Но товарищ Сталин, значит, спасет часть еврейского народа и вышлет их на просторы Крайнего Севера, праведного народного гнева. И, значит, вот дальше жизнь пойдет своим чередом. Среди этих знаменитых евреев оказался Илья Григорьевич Иоленбург. Так. И к нему пришли два других известных еврея. Один из которых был академик Минц, историк такой. Он был специалистом по гражданской войне и роли Сталина в этой гражданской войне. О том, как товарищ Сталин был победителем в гражданской войне. И второй был, сейчас я вот не вспомню его фамилию, он был директором ТАССа. И они... У него был какой-то псевдоним, он тоже был еврей. И они пришли домой к Оренбургу с письмом. И сказали, что принято решение, что надо подписать. Значит, Оренбург прочитал, сказал, что я напишу Сталину. Ушел в свой кабинет. Они остались там с женой. И примерно час объясняли ей, что будет, если, соответственно, муж не подпишет письмо. Оренбург пришел, значит, дал им конверс, сказал, что вот это передайте, пожалуйста, товарищу Сталину. Письмо имеется, черновик письма имеется. Где он говорит, что товарищ Сталин, если вы... Значит, по моему мнению, делается ошибка. Такой шаг, значит, нас дискредитирует в глазах сочувствующей нам на Западе левой общественности. И Советский Союз понесет большой ущерб. Если вы считаете, тем не менее, что надо это подписать, я подпишу. Но вот я хотел бы донести до вас свое мнение, что вот это будет ошибочно. И это было... Искусство маневра, да, Володя? Это был конец февраля. Да. И Сталин взял небольшую паузу. И умер. И умер. Речь шла, кажется, о двух неделях. Да. Да. То есть... Наша история, это никакие детективы, я думаю, что... Александр Джуман... Да, 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 все отдыхает в коронке, да, все. Да, конечно, конечно. Да. Ну, я не знаю, то есть просто у меня там в Синьке, например, вот один из братьев отца, который там полжизни провел в лагерях, он там в лагере полгода на общих работах свалился с воспалением легких и оказался врач... Лагерным врачом оказался одноклассник по дивноте, который он спас. Ох, как, ох, как. И что касается Дюма, я ведь его помню, он мне как-то сказал, что когда их везли по Севморпути из Соловков в Норильск... Вы рассказываете им из трех мушкетеров. О, а, отлично. С тех пор у меня это Севморпуть и три мушкетера в моей голове связались намертво. Ой, а у меня, да, семейная история, что Исаак Александрович вместе со Шперком были два вот не титули нации в Академии, и когда пришла команда проплющить одного, в скобках, он много буквами, да, одного, в скобках одного, профессора за космополитизм, то был шанс вот 50 на 50 ровно, да, там, либо взяли бы Шперк, либо взяли бы... Да нет, да. Вот, ну, вот, деду повезло сильно. Но Шперк почему-то тоже отделался публичным поколением, то есть он не пострадал до этого самого... Не успели, не успели, да, технические трудности, да. Да, но это была ситуация, это в семье прямо рассказываешь, вот он каждый день, вот он ждал, что все-таки он или не он, вот так, монетка, да? Монетка, да. Бросали монету, кого-кого возьмут. Да, вот такое вот время, друзья, я не знаю даже, что тут сказать. Сказать, цените наше, а в каком-то смысле будет правдой, оно, конечно... Одно из другого произошло. Оно другое, да, оно другое. Одно из другого произошло. Вот, но... И до сих пор должен тебе сказать, что вот я... Сколько-то лет назад я на Лубянке, прямо вот на Лубянке, тогда это был Кузнецкий мост еще там вот. А, еще в советское время. Там была приемная, приемная, нет, не в советское время, но прошло уже сколько-то лет. И я запросил дело, значит, моего родственника, и это был дядя моей мамы, который был в 1938 году арестован в городе Иваново. Работал он всего лишь там начальником отдела в аптекеуправлении. Да. Там, скажем, не генеральская... Не дали, правда? Не генеральская должность, да, не нарком. Вот, и там арестовали нескольких человек, им шили сначала контрреволюционную террористическую организацию. Причем там были какие-то доносы. То есть, а заодно, что вот он завез на склады 100 килограммов какого-то лекарства, которое не пользовалось достаточным спросом. Что, может быть, было правдой. Вот, ну, значит, а кроме этого он хотел отравить город Иваново ядом. Значит, вот... Заодно, да. Заодно, да. Вот, но потом, значит, вот это сняли, как бы, причем там какая-то стенограмма, минут 15, там приехали военюристы из Москвы, и там быстренько говорят, что мы тоже видим, к вам совсем сочувствуем, мы же вот уже не обвиняем вас в том, что вы хотели город здесь отравить. А там, ну, какие-то антисоветские, ну, не пропадать же, антисоветские разговоры или что-нибудь, там 8 лет лагерей. Да, понятно, да. Вот, и по видео он... Скажите спасибо, мы вас не убьем. Да, на самом деле убили, по-видимому, потому что дата смерти июнь 41-го, я думаю, что, скорее всего, просто расстреляли. Место захоронения, как, опять-таки, было отвечено, я писал запрос, архангельские лагеря, место захоронения неизвестно. Тут совсем недавно в новой газете была... Так отдали или нет дела, или не отдали? Дело дали посмотреть. При этом нельзя было фотографировать, а можно было только переписывать. Я удивился, а я думал, что не дадут. При этом... Это какой год? Ну, лет 5 назад. Лет 5 назад дали посмотреть, да. При этом некоторые юристы были с Теплером закрыты. А. Я спросил, почему... Вот, сказали, что... Сначала сказали так, что не прошло 75 лет с 38-го года. Я сказал, что с момента ареста... Вот это, кстати, когда я ходил туда, прошло уже с 38-го плюс 75. Да, да. Значит, это был 13-й год. Так. Я не стал особенно возникать, поскольку... Они сказали тогда, что надо считать от момента приговора. Оставалось несколько месяцев. Я сказал, хорошо, ушел. Так. Через несколько месяцев я пришел снова. Ну, вы же понимаешь. Ну, конечно. Гнусный тип. Нет, конечно, не надо до конца идти. Гнусный тип. Дело снова прислали из Иванова на Лубянку. Уже не на Кузнецкий мост, а вот где-то именно на другой улице в том же районе. И там было письмо какого-то Ивановского генерала, московскому, более высокому генерал-полковнику, что мир рухнет, если мне дадут посмотреть эти листы. Не дали. Не дали. А дама, которая, значит, вот там, ну вот, архивариус, я уже не знаю кто, которая вполне как бы... Да. Она говорит, ну вы не расстраивайтесь, учись тех людей, которые это сделали. Она тоже была ужасна. Я сказал, ну, это меня в малой степени утешило. А, ну это как этот самый, да. Ну, это стандартная история, кстати, кто не понимает. В Магадане на этом самом, на Маглаге, да, там, ну вот, был начальник, там, зверски расстреливал, потом его тоже расстреливали. Новый начальник приходил, эта история совершенно кругами идет. А как была фамилия этого генерала, который на Донском, который был профессиональный расстреливатель, который сначала расстрелял своего начальника Егода, потом начальника Ежова. И, значит, благополучно умер там в генеральских чинах. Он там все сшил, значит, какой-то специальный кожаный костюм, чтобы не пахло кровь. Я не помню. Вот я, может быть, плохи, но я не уверен. Ну, в общем, это какая-то была публикация. Так вот, в Новой газете, ну, просто на прошлой неделе, там есть статья большая, где обсуждается вопрос о том, что говорить тем людям, у которых, родственникам, которым дали 10 лет без права переписки. Потому что 10 лет прошло, и некоторые из них имеют наглость, гнусность спрашивать, где. Поскольку не написано к высшей мере, а, значит, ну, пусть он там, я не знаю, где-то находится, но что, жив хотя бы, чтобы... Ну, да. Значит, сначала сообщали враную дату, что умер сам. И писали от балды дату, место и так далее. А уже потом, уже, вот, после смерти Сталина, значит, докладная записка Серова, генерала Серова, который был в этот момент начальником КГБ. Да. На имя Булганина, который в этот, знаешь, такой бородатый козлик, который в этот... И маршал. Маршал был так. Ну, какая-то совершенно странная фигура, который был в этот момент представителем Совета Министр. В который он пишет, что вот есть предложение, вот поскольку вот такая есть проблема, вот они предстают, что отвечать им правильную дату, то есть не говорить, что расстрелян. То есть сначала надо было устно говорить вообще. Вот говорить, что умер, все, уходите. Да, уходить. А теперь, значит, через ЗАГС выписывать бумаги и выписывать правильную дату смерти. Ну, там сердечный приступ или что-то, но, значит, правильную дату. За исключением тех лиц, которым ранее сказали неправильную дату, а тем говорить ту, которую уже сказали. И ЗАГС пусть выписывает бумагу, соответствующую бумагу. И это вот значит, то есть о том, что кто-то не знал. Значит, это просто бумага, вот генерал армии Серов пишет председателю Совета Министров Булганину вот такую бумагу. То есть вот один бандит пишет другому, как мы будем расстрелять тело. Вот примерно так, где будем взрывать. Это все понятно. Вот такая просто история. Да, да. О том, что кто-то не знал, что это какие-то эксессы на листах. Нет, здесь сегодня, значит, сегодня не очень охотно, как я понимаю, выдают очень неохотно, ужасно бояться сделать лишний шаг. Потому что сегодня, конечно, может быть, не расстреляют, но по статье Э это такая, может быть, да... Александр Галич, что он с кем-то шел по Киеву и увидел в витрине магазина портрет Хрущева. Уже были хрущевские времена. Так, был жаркий день, и он увидел, что на портрете Хрущева проступают сталинские усы. Они сошли к директору магазина и сказали, вы знаете, у вас могут быть неприятности. Но мы вам не скажем, почему. Нет, нет. Сказали, да? Да. Он побежал, схватился за голову. Я же говорил, на Маленкове надо было писать. Да, это великолепно. Это прекрасно просто. На Маленкове надо дурать. Сегодня, на самом деле, мое соображение, оно связано с прочтением книги Волкова «Почему РФ не Россия?» И оно, значит, состоит в том, что наша власть, она, ну, как бы, все-таки продолжатель советской, хоть и там в большой, мягкой форме. Ну, как бы, то есть она не отсылает к старой России, она отсылает к Советскому Союзу. Она ко всему, все подойдет. Пытается отсылать ко всюду, да. И к князю Владимиру тоже. Главное, лишний шаг не совершить. Вот чиновники на местах больше всего боятся не совершить как бы лишний шаг. Ну, тут, как бы, сегодня можно просто заниматься своим делом, не особо их вообще замечая. В этом году в Советском Союзе сложнее было. Это правда. Но, вот как видишь, в случае памятника в опочке... Да, да, памятник в опочке. А и без танковой дивизии как-то прошибить этих чиновников? Да, если будет возможность когда-то посодействовать, если из наших слушателей есть кто-то, кто сочувствует... При погонах, да. Да, и при погонах, и сочувствует тому, чтобы памятник расстрелянным евреям во время войны. был поставлен. Все бесплатно. Я напоминаю, да, что гитлеровцы выхватывали именно евреев. Это, опять-таки, не все это понимают, это не все знают. Нет, конечно, стреляли всех, всех там, кого ни попадя, но с евреями у Гитлера были особенные отношения. И, соответственно, их именно выискивали среди населения и расстреливали. Ну, и вот желательно поставить памятник в опочке, который сейчас не разрешают ставить местные чиновники, потому что как бы что ни вышло. Нет, даже не местные, а как бы центральные московские чиновники. Министерство обороны. Министерство обороны. Потому что земля их там на краю метров 15 от края их владения. Ну да, но может быть есть надежда, что кто-то действительно будет, ну, кто-то просто один раз разрешит памятник поставит. Это вполне... В наше время, в принципе, я думаю, что это вполне возможно. Возможно, возможно, да. Но просто это какое-то такое общее такое... Не сделать лишнего... Да, 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 да. Лишнего доброго дела не сделать. Во всякий случай, да. Да. Вот. Отзовется. Хорошо. Ну что, сейчас будем перехватывать... Чаю хочешь? Чаю, ты знаешь, да. Чаю хочу. И мы, наверное, сейчас поменяем ракурс, да. И уткнемся в эти экраны. Это экраны Филиппа, я... А, тот. Мы уткнемся в тот экран. Да. И на нем ты, во-первых, покажешь прогноз погоды, а во-вторых, свой курс. Хорошо. Вот. Сейчас перейдем к самому интересному, а именно... Не, ну кому-то интереснее история, кстати. Я не знаю. Мне вот... Я знаю про прогноз погоды определенные вещи. Не, но про погоду все вообще знают. Да, но про погоду все-все интересуются. Поэтому мы сейчас будем переходить к тому, как прогнозируется погода и на какой срок ее можно прогнозировать. Продолжаем наш разговор, но на этот раз не об истории, а о погоде. Сколько раз в жизни вы хотели узнать, на самом деле, какая будет погода туда, куда вы идете, в поход? И как вас жестоко обманывали те или иные прогнозы? Я сижу в месте, да, где производят погодные скрепы, где дают настоящий прогноз погоды. Насчет скреп не знаю. Про скрепы не подтверждаю. И благодарность человеку, который заботится о том, чтобы нам в походе было хорошо и дает правильный прогноз погоды, а именно Володе Гордину, я дарю ему книгу, которая называется «Математика для гуманитариев». Впрочем, он совершенно не гуманитарий, поэтому, Володя, дорогой, вот тебе книжечка. Спасибо, да. У меня есть свое определение, что такое гуманитарий. Я как-то рассказал своей внучке после одного урока, что она теперь перестала быть гуманитарием, она спросила, почему. А, потому что ты теперь умеешь решать квадратные уравнения. А, критерий, критерий. Да, 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 да. Как интересно, да. То, кто не умеет решать квадратные уравнения, называется гуманитарием. Я-то на канале всячески защищаю настоящих гуманитариев, говоря, что у них совершенно другая система ценностей, но шутим мы часто, да, про это, 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 да. Да, так вот, прогноз погоды, да, прогноз погоды. Ну вот, например, я хочу узнать, что сейчас в Дмитрове, вот на Клиндмитровскую гряду я, например, собираюсь и пойду, да, ну для примера, да. Что же я делаю? Мы берем сюда, вот идем сюда и набираем слова в гугле, методический кабинет гидрометцентра. Методический? Да, кабинет гидрометцентра России, да. Во, уже прям подсказка есть, да. Да, сюда ходят. И вот здесь есть рубрика комплексный. Комплексный? Вот не знаю, как ударение. То есть он состоит из вещественной мнимой части или нет? Нет, нет, он состоит из многих частей, вот, и вот мы здесь видим, во-первых, уже видим, что по России и Белоруссии. Во-первых, по России и Белоруссии, во-вторых, по разбивка по районам. Да, ну, например, нам нужен центральный федеральный округ. Да, центральный федеральный округ, а тут еще есть, вот обратите внимание, внизу, и тут есть еще Московская область, центральная черноземная. И Белоруссия. Белоруссия. А еще, если в другое место пойти, то там есть еще республики центральная осень. А, прекрасно. Это отдельно. Это мы сделали, вот. Идем в Москву и Московскую область. Так. Вот. И вот мы Дмитров видим на букву D. На букву D видим на дмитров, пожалуйста. Вот он. О, так, а вот теперь подробнее, что есть что. Например, что такое красная линия? Это, я могу догадаться, это максимальная температура. Это просто температура. А, это просто. Сначала по осям. Знаешь, есть беспроверочный вопрос. Что по осям? Да. Вот на заседании экзаменационной комиссии, там дипломы предстают. Ты ничего не понимаешь в том, что происходит, ты только проснулся. Но ты видишь, что по осям. А что у вас по осям? Можно проявить активность. Так, ну я вижу, что по первой оси это просто время, завтра, послезавтра. Время местное. Вот это 15 часов. А 15 число. Сегодня, да. Когда мы снимаем. Но на канале он будет сильно позже, потому что у нас перепродакшн. Кризис перепроизводства роликов. Но, тем не менее, снимали мы это 15 сентября, мы можем открыть секрет. Да, и можно показать время. Да, вот 17, да. Ага, так, значит, он показывает факт, уже 9 и 15 часов это факт. Вот, значит, вот где-то вот здесь. Начинается прогноз. Да, вот мы сейчас находимся где-то здесь. Значит, температура будет понижаться, по нашему мнению. До 5 градусов Цель? До 4,5. Это минимально. Отдельно. Будет холодно ночью. Да, а это, обрати внимание, вот видишь, здесь облачность. Да. Желтые облачные, да. Это ясно, ясно. Ага. Это называется выхолаживание ясного неба. Если у тебя ясная ночь, она будет холодной. Да, она будет холодной. Потому что прониковый эффект, который создают облака, отсутствует. Поэтому вот эта ночь, вот посмотрите, вот это единственная ночь, вот здесь вот. Когда ясно, это самое холодное. Курсор просто не видно. А, курсор, да, вот-вот, вот здесь, да. Хорошо, вот это вот, значит, вот ближайшая ночь. Будет очень холодной, самый холодной, за долгое время. Да, вот теперь голубая линия, и это температура точки росы. Вот что это? Она показывает количество влаги. Если она совпадет с красной линией, то это значит, что влажность стопроцентная. Вот, чем дальше она отстоит вниз, тем меньше влажность. То есть сейчас очень низкая влажность, да, очень низкая? Ну, сравнительно, а вот ночью, значит... Ночью будет высокая. Значит, вот это температура точки росы. Вот это осадки. Значит, мы видим, что в ближайшие пару суток... Почти не будет дождя. Да, вот здесь это микроскопические дожди. Это значит, где-то будет, где-то не будет. Нет, ну, это просто мало должно быть. Вот, теперь, а вот здесь будет, ну, заметно, вот пойдет дождь. Так, 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 так. Начиная с второй половины дня, 17-го числа, середина четверга. И пойдет очень неплохой дождь. 3,3 это довольно сильный дождь, да? Не ужасный. Не ужасный, это просто дождь. Это не ливень, да? Вот здесь показана облачность. Здесь показан ветер. Вот эти вот стрелочки, это векторное поле же. Это векторное поле. Да, это направление. То есть вот сейчас ветер у нас западный. Запад дует на восток. Да. Потом он перейдет. Северо-заводной? Да. А вот снизу это стоит ситуация, когда есть порывы. Шквалистые порывы до 13 метров. Значит, сегодня в Дмитриево будут. Ну, это не ужасные порывы, но все-таки, так сказать, шляпу может унести. Там есть нормативы, когда там, например, надо прекратить работу на подъемных кранах и закрепить их и перестать работать. Это вот 20, да, типа? Ну, примерно, да. Я не помню. То есть есть нормативы, я их просто на память не помню. Наше дело вот это предсказать. Ну, вот, что, давление. Давление, да. Давление среднемосковское сейчас, 748, да, среднее? Ну, в общем-то. Вполне нормально. Да, вот тут вот так. А вот когда дожди, будет 734, это очень низкое, правильно я понимаю? Очень низкое. Для Москвы ниже 720 не бывает, да, почти никогда? Это даже не то. Ага, и 770 это вверх, который тоже, как бы, не, не... Ну, вот, теперь можно посмотреть прошедшую погоду, насколько мы в этом городе прогнозировали. Ага. Вот это прогноз, вот смотрите, здесь у нас за две недели. Вот две красные линии, это максимальная температура. Они немножечко по оттенку отличаются. Тут по-прежнему не видно. Розовый. Да. Ну, вот тут видно, а тут написано, какой факт из них, вот здесь. Вот этот, это прогноз, а это факт. Ну, тут даже не важно. Красный факт, розовый прогноз, но очень хороший прогноз. Значит, вот видно... А сравнивать с каким прогнозом? Вот сегодня же я могу дать... Фактом. Нет, нет, я имею в виду прогноз, на сколько дней вперед имеется в виду, вот мы когда откроем прогноз, мы... Это на сутки. Это на сутки. А, на сутки. Да. А это минимальная температура. Ну, а сутки очень хорошие. Да. Ну, естественно, что... А отклонение за 4 сутки уже большое, да, идёт? Конечно. Там растёт, конечно, погрешность. У нас есть там графики роста погрешности. У нас таблицы есть полные, там, с такой-то заблаговременностью, значит, такой-то метеоэлемент. То есть это вот мы про себя всё знаем. Ага. Вот это осадки. Осадки очень трудно прогнозировать. Да, да, я знаю. Ещё и по той причине, что, например, где-то вылились осадки, а неподалёку не вылились, или наоборот. А ведро стоит вот конкретно в этой точке. А ведро, это тоже как вот... Это на самом деле приборы в некоторых местах стоят... Станции. Ну, как бы станции, их не очень много, да? В данном случае вот в Дмитриеве такая станция и есть. Вот, и здесь сплошным прямоугольничком показан факт, а заштрихованным светлым показан прогноз. Да, по факту было сильно больше. Вот мы видим, что вот эту ночь, значит, 8-9 миллиметров выпало по факту, мы прогнозировали 3. Но надо сказать, что по современным, так сказать, меркам это неплохо. Это неплохо, да? Вот здесь вот тоже мы видим какие-то маленькие дожди и бывают. Ну, это уж совсем чуть-чуть, да. Да, вот здесь вот вполне неплохое. Расхождение небольшое. Небольшое. То есть вот это, ну, на нынешнем уровне качество прогноза, неплохие прогнозы. Вот, неплохие прогнозы. Дальше вот тут есть архив прошедшей погоды за год. То есть можно посмотреть по городу Дмитриеву. Среднее, все что хотим, да. Ты вот тыкнул в город Дмитриев, вот там номер станции, который вот... Для нас Дмитриев, это вот имеет такой пятизначный номер. Ага. Первые две цифры, это номер района. Так. Такого метеорологического. А это внутри района, вот, 419-я станция. Угу. Прекрасно, прекрасно. Вот можно посмотреть, значит, какая была температура. Скажем, вторая дека до августа была ниже нормы, третья дека до августа была выше нормы. И ровно по норме был месяц. За месяц практически норма. За сентябрь выше? Первая дека до сентября на 3 градуса выше нормы. Ну, вот это, ну, вот здесь отклонение написано. Осадки меньше, чем нормы. Осадки, да. Вот это, вот это, вот это, вот это есть, значит... Прекрасно, прекрасно. То есть вот эта вся информация и есть. Так, а вот теперь я перехожу к математическому вопросу. Да. Как я понимаю, если мы составим отклонение, значит, вот такое вот, не за сутки, а за 6 суток, то начинается уже, ну, Броуновское какое-то движение графиков, да, они совершенно уже друг от друга не зависят, да. Не понял. Не Броуновское движение. В общем, будет 2 кривые, случайные совершенно от прогноза и факта на 6 днях. Ну, на 6 еще нет, но уже начинается дальше размывание, да? Ну, мы больше, чем на 6 не даем. Мы считаем, что вот дальше, дальше к колдунам. Колдунам, в частности, к Тишковецу, который там говорит, что это ясна, а я вангую будет у нас, она будет необычно теплой, да, а зимой будет очень холодно. Вот это колдуны, да, по сути дела? Это есть такой замечательный фильм «Насредин в Бухаре», когда тот обещал там за 10 лет научить осла читать, помнишь? Эмиру. Что-то, кажется, да. Да, и он говорит, что за 10 лет или осел умрет, или я умру, или Эмир умрет. Либо Ишак, либо Падишах, да. Да, да, вот, и, значит, это все прелестным образом забывается, и, в общем, это, я не знаю, что с этим делать. То есть, на самом деле, смотрите, друзья, вот, даже если вы верите, да, в каких-то прорицателей погоды на полгода вперед, это абсолютно непроверяемо. То есть, человек, который... Проверять проверяем, просто результат. Нет, имеется в виду, что непроверяем факт того, что он знал на самом деле. Я тебе, например, несколько лет назад, просто непосредственно моего начальника, от высокого начальства, руханого поручения, какой-то человек в Воронеже, кажется. Так. Он сказал, что он может предсказать погоду на год. Ага. По дням. По дням. А, тогда это проверяемо, да. Проверяемо. И, значит, предсказал. А на моего начальника рухнула, значит, приятная обязанность, вот это и все. Проверять. Да. Ну, выяснилось, что это не бред, но несколько хуже климатических данных. То есть, это сейчас... Средних. Случайно. Ну, нет, ну, то есть, как говорит, опять-таки, мой начальник, летом в среднем тепло, а зимой в среднем холодно. И в этом и стал прогноз, в общем, да? Примерно, да. Да, понятно, понятно. А вот если человек действительно говорит в октябре того года, что зимы не будет фактически, как говорил Тишковец, и потом его возводили в рамк какого-то просто сверхгения и прорицателя, когда ее не случилось... Надо чаще предсказывать иногда в собаках. Ну, да, то есть, это как бы мы не можем... Ну, мы не можем проверить. То есть, если бы у него был жезл судьбы, если бы он видел просто вот натурального... Лёш, понимаешь, у нас... Бога, да, Бога, который ему говорит, будет, да? Мы не можем проверить. Нет, секундочку. Понимаешь, вот мы как раз можем многое проверить. Потому что мы работаем с большими очень архивами. Мы ведь предсказываем прогноз не только на деревню Гадюкино, а мы предсказываем прогнозы, даем прогнозы на тысячи пунктов. Да. И делаем это каждый день. Да. И поэтому, когда мы вот сравниваем, у нас есть критерий качества. Если мы с тобой будем предсказывать погоду, при этом, ну, допустим, вот я буду стоять в этом всем, а ты просто поутру будешь вставать и давать прогнозы. Да. То иногда ты будешь попадать лучше на меня, но редко. Да. Поэтому, если мы за год соберем 3,65 твоих прогнозов и 3,65 моих... Ну, иногда будут лучше мои, иногда лучше твои. Но когда мы возьмем среднеквадратическое... Понятно. Понятно, кто... Ну, вот если все-таки говорить о... Вот если говорить о каких-то тенденциях, вот, что в целом зима теплая или зима холодная, это понятно, что означает. Ну, скажем, ясно, что предыдущая зима была теплой. Это правда. Вот вопрос. Правильно я понимаю, что на сегодня математически научных подтверждений, что можно так предсказать, не существует? Да, конечно. Конечно, конечно. Это, значит, есть всякая наука, которая там со времен Лапласа, по-видимому, тянется. То есть, как на длительные периоды предсказывают. Вот есть задачи, которые решаются. Например, у нас есть вращение Солнца и других планет... Да. Земли и других планет вокруг Солнца. Да. И от Кеплера мы знаем, что это эллипсы. И от Ньютона мы знаем, почему это эллипсы. Да, да, совершенно верно. Но это происходит в предположении, что планеты друг на друга не влияют. Что влияет только... Есть только гравитация между Солнцем и планетой. Да, а дальше добавляется задача трех тел и привет, да? Вот. Значит, дальше спрашивается. Мы хотим предсказать на большой срок. Да. Мы понимаем, что взаимодействие между Солнцем и планетой меньше, существенно меньше, чем межпланетное взаимодействие. То есть, наоборот, больше, а межпланетное взаимодействие меньше. Нельзя ли ввести поправку? Нельзя ли ввести поправку на межпланетное взаимодействие? Значит, алгоритм Лапласа. Нужно взять два эллипса. Вот эллипс из проволочки сделается. Эллипс, по которому ходит Земля, без Юпитера. И эллипс, по которому ходит Юпитер, без Земли. Да. Причем толщина проволоки не постоянная, а там, где медленнее идет, там она потолще. Потолще. Понятно. После этого ты берешь эти два эллипса и считаешь между ними интеграл взаимодействия. Так. Оказывается, что это первый член поправки. Интеграл взаимодействия как двух тел в притяжении... Двух проволочных эллипсов. Между ними можно рассчитать гравитацию, это дает поправку. И с тех пор, значит, есть целая наука, по теории осреднений. Вот, в частности, Владимир Ильич Арнольд покорный вот этим занимался. Ну и не только он. То есть, тут много людей занималось этим. Поэтому мы, в общем, знаем, что будет через тысячи лет с каждой из планет. А через миллиард уже, в общем, нет, да? Там надо читать следующие члены разложения, там возникают всякие резонансы. То есть, это очень хорошая математическая задача. Но, обратив внимание, что там все-таки небольшое число степеней свободы. Оно, конечно, уже не три, а даже не тридцать три. И не тридцать три тысячи. А здесь у нас счет на миллионы. Да. Ну, здесь, собственно, бесконечность. Да, конечно. Ну, даже если мы считаем разностную сетку... Урчипы. То есть, по разностной сетке мы берем миллионы. И в таких многомерных системах происходит непредсказуемость. Да. Малое отклонение, да? Значит, для этого мы должны уметь работать по теории возмущений. Хорошая теория возмущений. Вот. Таких систем. Слушай, меня тут... Да. Похищение коленного стола. Значит, теория разложения по малому параметру. Вот для таких задач, она, в общем, не сделана. Так вот. Соответственно, мы говорили про облако, да? Да. Там очень сложная жизнь происходит. Потому что там капельки превращаются в льдинки или снежинки. И наоборот. Капельки могут сливаться, превращаться в более крупные. А крупные могут оказаться неустойчивыми и раздробиться. И это зависит от того, как они носятся по этому облаку. А, это про облако мы... Сейчас. Мы пропустили большую часть, да? Мы до этого... Мы про облако говорили. Мы еще не обсудили, что система соответствующих уравнений, да? Да. Она на самом деле какая? В самом простом варианте три компонента ветра... Температура и плотность. И плотность. Или давление. Или давление, да. Но это прошлый век. Ну, это начало. Да, это середина 20 века. Кстати, интересная деталь. Что на компьютерах прогноз погоды начали считать сразу, как только они хоть чуть-чуть освободились от бомбы. То есть, вот это в Лос-Аламосе, в конце 40-х, появились работы по вот этим вещам. А, то есть, это как бы прогноз погоды с помощью компьютера, это вообще, ну, как бы, ему мало лет-то. Очень мало. А первый численный прогноз, он тоже известен кто. И ты эту фамилию знаешь. Это Ричардсон. Это потрясающий тоже человек. Шотландец. Который... Какой год? Сейчас скажу. Началось чуть больше 100 лет назад. Он решил задачу о фильтрации воды через тело земляной плотины. И решил он ее с помощью штатов вычислителей на глифмических линейках. Ох ты я! То есть, там надо было решать, кажется, Пуассона. При этом, там каждый узел обсчитывало независимо два человека. Вычисления сравнивались. Если расходились, то считал третий. А тому, кто ошибся, не платили за этот узел. Кажется, одна шестая пенсия. Один узел, значит, вот там несколько... На логарифмических линейках этот мод, что ли, занял. Там штат вычислительный. Обалдеть! Да. Вот это люди, которые там сейчас какие-нибудь игры играют на компьютере, которые, знаешь, там тысячу раз мощнее, чем весь этот штат. Им, конечно, это не понять. Вот. И потом, после этого успеха, он решил заняться прогнозом погоды. И он перешел там в другую обсерваторию. Ему дали штат. И он решил, что он посчитает прогноз погоды на шесть часов по Европе. Там, в Европе, уже к этому времени сколько-то зондов запускали. Так. А нужно не только ведь на Земле, нужно в том же атмосфере. Ага. Поэтому были вот первые радиозонды. И была какая-то информация. И он начал эту работу. И началась Первая мировая война. И он ушел на войну. При этом он еще был в большом колебании, потому что он был квакер. Я забыл. И им как бы воевать не полагалось. Я забыл. А что такое квакер? Ну, это такой вариант религии. Частный. Ну, что-то напоминающее баптистов, видимо. Я не самый большой специалист. Вот. И просто он в автобиографии писал, что я, в общем, разрывался между тем, чтобы готовность исполнить свой долг, и пацифизмом. Пошел в медсанбрата. Во время сражения в Шампане рукопись была отослана в тыло, потерялась. Потом ее нашли в какой-то корзинке из-под угля. Потом война закончилась. Он вернулся и продолжил. И он опубликовал книгу. Результат был ужасный. То есть, согласно этому прогнозу, за 6 часов в Европе должен был разразиться ужасный ураган. Такой вот просто, носящий крыши. Хотя, на самом деле, ничего такого нет. И дело было вот в чем. Что, поскольку шаги были очень большие, данных было очень мало. Да. И арифметических операций можно было себе позволить немного, то он взял бы очень большой шаг по времени и нарушил критерий Куранта, которого не было. Потому что книга его вышла в 23-м году. А Курант тот же самый Курант Робинс, который... Да, Курант один тот же, да. О критерий Курант Фридрикса Леви. И эта статья вышла в 28-м году. О том, что вообще бывают неустойчивые схемы. И, возможно, они имели в виду этот результат. Но вот я тут хочу подчеркнуть, что Ричардсон, надо быть очень упертым человеком. Он понимал, что над ним его пальцем будут показывать. Ну да. Он написал книгу, где он изложил, как он делал и что у него получилось. Да, да. Чтобы ему объяснили, что он сделал не так. Вот там есть куча вещей. Там огромные вычисления он потратил на притоки солнечной энергии, вот это расчеты. Которыми на 6 часов можно было бы пренебречь. Вот. Но это все сделалось потом. А здесь вот как Колумб, который приплыл в Индию. Потом оказалось, что это не Индия. Да. То есть, это ошибка, которая была потрясающая по своей плодотворности. Да. Вот. И с этого есть началась история численного прогноза. А просто прогноза началась раньше. Началась с Севастопольской кампании. Ух ты. Потому что там случилась буря. Там в англо-французскую армию привезли жалование на корабле «Черный принц». И сделалась страшная буря, и корабль утонул. И пытались его найти, даже еще в советские времена, и не нашли. Ух ты. То есть, все жалование пропало, утонуло. Вот. И поэтому и английское, и французское правительство задумались о том, нельзя ли было принять меры. Да. И в обоих государствах, и в Англии, и в Франции, было принято решение о создании прогностического... Агентства. В Англии его назначили адмирала Фитцройа, который плавал на корабле «Бигль», значит, вот с Дарвином. Капитаном «Бигля» был этот Фитцрой. Так. А во Франции, кажется, Леверье был какой-то астроном-академик. Леверье, который открыл «Нептун», да? Кажется, да. Я вот сейчас как-то чуть... Нептун или сейчас... Ну, в общем, астроном. Да, да, да. Вот, они проследили, что действительно вот этот ураган, он шел там по Северной Африке, потом он повернул на юг, прошел через Дарданеллы и, значит, врезался в Севастополь. А телеграф уже был. А-а-а, можно было... Вот, но предсказать, конечно, все равно было нельзя, потому что он мог повернуть еще замечательным образом в любую сторону, без расчета. Там пытались как-то... В те времена пытались как-то по... Барометр был. По направлению ветра пытались... Да, пытались понять, вот когда попадал в ураган, то в какой части урагана ты находишься. Это было какой-то потрясающей сложности, эмпирическое искусство, которое вот капитанов, штурманов учили. И в частности, Нерсон, он очень гордился тем, что он в шторм не потерял ни одного корабля. То есть, не только боевыми там своими успехами, а вот как флотоводитель. И вообще история прогноза, она удивительная, потому что метеорологии заинтересовались очень давно. Можно сказать, что, ну, с испокон веку. Но Галилей придумал термоскоп, который есть шар стеклянный с трубкой, в которой налита вода. Потом ученики сообразили, что краску можно, воду можно подкрасить, а на трубку можно нанести деление. А, и это был первый термометр на свете. Ну, за 100 лет сообразили, что вода не наилучшая, а наихудшая. Да. Перешли к ратути, сообразили, что надо ее прокипятить, чтобы пузырьки воздуха убрать. Ну, это так лет 100 потребовалось. Когда были термометры? Вот при Петре Первом были? Да, сейчас скажу. Это очень интересная тоже история. И тогда же Медичи еще учредили как бы метеослужбу. Велели записывать давление, температуру. Зачем, непонятно? Для учености. А тогда и в других местах... То есть, есть книга Мариотта, это был ученик Галилея. Да. Вот где он пытается какие-то правила по движению ветров и так далее. Ну, в общем, какой-то бред совершеннейший. То есть, это не воспроизводит. Не, ну да, измерить температуру, это все-таки совершенно понятно, что надо сделать. Это надо же карту иметь. Вот предсказать погоду. А карту, карту надо иметь. Вот, а карты не было. Но, тем не менее, раз вот у Медичей есть, то у нас, у ихнего князя есть, надо нам тоже завести. И поэтому эту ученость стали заводить в других местах. На Москве завели при Алексея Михайловича. А угадай, кому поручили это делать? Нет, даже меньше 400 лет назад. Кому? А кто тогда был? Я тогда никого не знаю в том веке даже. Было поручено приказу тайных дел. А, приказ тайных дел. То есть, измерять температуру, это было тайное дело. А, понимаешь, грамотных людей, по-видимому, которым можно было импортный прибор доверить. А шкала была та же? 0, 100 и как бы аппаратизация или нет? Нет, Цельсий, это уже позднее было. Это, видимо, уже в Катровских временах. Там были разные самые варианты. Вот известно, в частности, уже был ртутный термометр, была сибирская экспедиция, которую учредил Петр. Так. И были, в частности, там дали термометр, и был студент Крашенинников, который потом стал академиком. Такое расстояние между этими двумя званиями было сравнительно небольшое. Уже читать это вот. И там был какой-то казах, с которого в Якутии, где это актуально. И там есть запись, что ртуть вся ушла в этот шарик. Да, да. И ничего нет. А потом через какое-то время вернулся. То есть, там что-то было в минус 70 или что-то еще. То есть, никто не знал, что ртуть может замерзнуть. Это в ваших краях там открыли. Эмпирически. А при какой она замерзает, кстати? Я не понял. Ну, в общем, какие там. Ну, примерно так. То есть, она начинает замерзать, по-моему. И там замерзать. Но спрашивается, а нафига это нужно? И вот если бы поставить вопрос ребром вот в те времена, то правильный ответ, что у нас должно быть не хуже, чем у соседа. Ровно поэтому. Да. Потому что какой прок вот из этого сделать? Вот если я какой-нибудь начальник. Ну, в принципе, понятно. По мере температуры почты. Почва, если большая, уже сеять. Или попы еще. Попы вернее. Значит, и ты же прогноз хочешь знать, а не это. Вот. Дальше появился телеграф. Да. Появилось. А записи велись. Вырабатывались регламенты, как записывать. Между собой обменивались. Там, скажем, вот была Петербургская обсерватория, которая сейчас существует, учреждена. И они там записывали. И они это как типографские. Кому это надо? А потом они этот сборник там посылали в какую-нибудь Голландию, а взамен получали их. А, прикольно. Что им делать? А что с этим делать-то? Сравнивать. Ну, сравнивать. Нет, ну, вообще, не знаю. Мне кажется, любопытство это совершенно естественное свойство человека. Леш, ну, ты себе понял, у тебя других дел нет? Ну, я не знаю. В носу ковырять еще что-то. Вот. То есть, как объяснить начальству, что на это надо дать деньги, совершенно непонятно. Ну, это... Ну, царь вам нравится и хорошо. Ну, примерно, да. Алексею Михайловичу интересно было. Ну, вот Алексею Михайловичу, Николаю Павловичу и так далее. Ученость. Ученость. Что мы не хуже, чем вот... Ну, да, да, да. Вот. Не хуже этих медичей. Когда появился телеграф, появилась возможность оперативно обмениваться. А. Появилась возможность строить карту давления. А, вот. Но понимаешь... У вас гроза, у нас тоже будет. Да. Циклон движется. Да. Но для этого нужны же регламенты обмена. Они создавались... Веками. Вот как записывать, чтобы вот, значит, в их царстве королевства записывали по тому же стандарту, что по нашему... Что в нашем царстве королевства телеграф появилась возможность обмениваться. Телеграф-то начало 19-го, да? Ну, да, 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 ну, первая половина. Ну, то есть, на самом деле, как бы, всё это очень бурно развивалось в 19-м веке, как обычно, да? Да, это вот. Дальше стало постепенно понятно, что важно наверху. А появились воздушные шары. Да. И то есть, там во времена Наполеона уже были воздушные шары, всякие мангажнеры. Да, да. Но, значит, надо было удешевить. Надо было не, чтобы человек летал, а чтобы это автоматизировать. Прибор, да. Радио. А без радио это не делаешь. Так, радио. А появилось радио, стало быть, есть возможность делать радиопередатчики. Угу. И это уже после Первой мировой войны. Ага. Значит, запускаются эти приборы, и они летят. И спрашивается, значит, надо совершенствовать, чтобы повыше долетели, чтобы погрешность поменьше, чтобы передавал. Вот это ушло. А дальше сделалась Вторая мировая война, и это засекретили. Это превратилось в военную тайну. Погода. Ух ты. Конечно. Потому что там у немцев старые модели подводных лодок, им было велено не участвовать в атаках. Они должны были жить на глубине, всплывать время от времени, измерять, передавать, и уходить снова под воду. Вот. Причем, в силу вращения Земли, погода в среднем, она идет с запада на восток. То есть, бывает все отклонения, но из-за перепада температур в полюс-экватор, и из-за вращения Земли... Да, понятно. Западная мировая преобладает на планете Земля. Да. Ну, вот, значит, такое называется западно-восточный перенос. Поэтому на нас погода шла от немцев. А на немцев, соответственно, от англичан. У немцев была тайная метеостанция на побережье Гренландии, которая существовала года полтора. Ах ты. Вот. Которая случайно открыли. Это потрясающая была... Интересная. То есть, там это был просто голливудский, как случайный патруль. А там пустая Гренландия, огромная пустая Гренландия. Там сколько-то человек было на всю Гренландию, которые здесь обходили. Вот. И они застукали, обнаружили эту немецкую базу. Немцы их тоже заметили. Они погнали. То есть, там была история, что они догнали этого человека, взяли его в плен, повезли туда. А он в какой-то момент исхитрился, отобрал винтовку у немца и убежал. Нифига гренландцы, а? Нет. Это был англичанин. И он как-то добрался до юга, а там была американская база. И они полетели бомбить. Крутенк. А, но те успели свалиться. Они успели свалить. Там какой-то пришел корабль или подвод. В 42-м году было. Обалдеть. И, значит, там, кажется, доктор, который заблудился, вот немецкий, вот его захватили. Но и он чуть ли там не с ума сошел, а там оставшись один. Вот. То есть, вот это вот такая была. И у меня есть еще более крутая история. У меня есть приятель, здравствующий в Израиле, Сеня Кричак. Так. Которым я сколько-то лет просидел просто в одном кабинете на другом этаже. Его отец тоже был метеоролог. Звали его Аскар Кричак. И 6 декабря, 6 ноября, простите, 41-го года майор Кричака вызвали в Кремль. И товарищ Сталин задал ему очень простой вопрос. Будет завтра летная погода или не летная погода? У товарища Кричака, майора, из метеорологического оборудования было примерно ничего. Кобура, фуражка, ремень. И всего этого он, конечно, мог лишиться. Значит, майор Кричак, это мне Сеня, мой приятель, рассказывал, влез на крышу исторического музея и посмотрел из-под руки на несущиеся тучи. После чего он слез и сказал, что завтра будет нелетная погода. Что подтвердилось. Поэтому спустя небольшое... Ну вот, значит... Мне бы повезло. Да. В результате, на свет, спустя небольшое время появился Сеня, с которым мы, соответственно, до сих пор знакомы. Да. А сам Кричак, вот этот майор Кричак, он дальше там... Ошибка стоила жизни бы. Да. Летал за линию фронта за, опять-таки, измерениями перед наступлением. А погиб он при пожаре в Антарктиде. Домик был завален. Он там несколько раз ходил в рейсы в Антарктиду. И там, значит, коровкое замыкание. И, в общем, он погиб вот там. Вот такая история. У нас тут где-то хранится доска почетных. В частности, вот там есть Аскар Кричак. Один из первых. Вот, то есть, теперь вот ты, наверное, знаешь, что был рейдер в Карское море, немецкий, в 42-м году. Прорвался рейдер из Баренцева моря в Карское, обстрелял Дудинку, потопил знаменитый пароход сибиряков. Вот. На новую землю и так далее. Одна из задач, которой ему была поставлена, добыть советские коды метеорологические. Но, значит, радисты, они были очень строго проинструктированы. То есть, при первом выстреле они хватали мешок, убегали в тундру. Их потом сколько-то суток никто не мог найти. То есть, они ховались. Ну, понятно, в тундре человека не найдешь, если он знает, как... Да, ну, в общем, они понимали, что, в общем, это дороже жизни. Так что немцы эти коды не добыли коды. Какие, значит, истории с прогнозом погоды. Сама сойти. Вот. А потом, соответственно, сделалось после конца войны, появились компьютеры. Да, это... В Америке свои, у нас немецкие какие-то. Потом они стали как-то совершенствоваться. И у нас тоже стали считаться прогнозы. Вот это кресло, его полгода... Сколько? Или год назад отремонтировала моя жена. А до этого? Вот оно было там с дырами и так далее. И в нем сидел... Оно было у моего бывшего начальника, С. Белоусова, основоположника численных прогнозов. То есть, сюда вот приходили по радио какие-то метеоданные. Их набивали на перфокарты. Потом С. Белоусова прыгал в такси. И ехал в какой-то закрытый ящик. И Гасконгидромет? Нет, это что-то военное, да. И там они считали первые прогнозы. Они считали первые прогнозы. Вот, так что кресло... Мне все говорили, что ты здесь это рванье держишь, выбросить на помойку и все. Давай помогу отнести. Вот, я тут, я не знаю, 15 лет отбивался, а потом смолился. Жена, значит, пришла и вот привела его в совершенно академический вид. Очень, значит, вот если вы устал, то там можно посидеть и подумать. Значит, вот это... Подсъемка, да, Егор? Егор, а во сколько тебе на мехмат? Я думаю, что не страшно, что это... На 30, но у меня удаленно, поэтому я могу вообще... А, ты здесь недалеко, ну да, я понял. То есть, в принципе, я могу подключиться по телефону, начать, а потом добежать. А, все. Хорошо. Тогда, да, значит, и так... Ага, а теперь, как считаются прогнозы все-таки? Сегодня. Сегодня. Значит, ну, сначала давайте, как он, скажем, считался лет 30 назад. Значит, система уравнений в частных производных. При этом некоторые физические процессы плохо понятны. В первую очередь, фазовые переходы и мелкомасштабные вещи. Например, как трется воздух о землю. Вот это, понимаешь, условия прилипания, конечно, хорошо для нагде стокса. Но каждый человек, который ходит по земле, понимает, что скорость на уровне морды и лица не ноль. А может даже шапочку унести. Да, а там в равнинах ноль, да? В навес токсе ноль. Слушай, а в навес токсе ноль, да, я, честно говоря, профан. А правильно, что это вот та самая навес токса, которая седьмая проблема Клея, там, вообще... Значит, ну, родственники, так, баюрные братья. Потому что... Воздущие трехмногопараметрические. Нет, нет, значит, спасибо, дай ответить. Да. Значит, в навес токсе это нежимаемое. У нас для наших скоростей слабо сжимаемое. То есть, вот воздух для наших параметров, не для взрыва бомбы, где это сильно сжимаемая среда, а для метеорологических вещей это слабо сжимаемое. Поэтому даже вот называется это гидрометеорология, потому что уравнение больше похоже на жидкость, чем на газовую динамику. Вот в аэродинамике как бы газ, это газ, вот то, что за огонь. А у нас ближе к жидкости, медленной. Но, значит, куча всяких подробностей. То есть, в первую очередь, фазовые переходы. Наверху, там, в верхних слоях есть химреакция. Еще выше есть какая-то электродинамика. Дальше... Ну и в облаке фазовые, да? Дождь, не дождь. Вот фазовые переходы, конечно. Дальше солнечные потоки. Опять-таки, здесь приходится решать обратную задачу рассеяния, когда мы данные изучаем для спутников. Как поглощается, вот идет солнечный луч, какая часть, на какой высоте поглощается, как она отражается, конечно, как она отражается от Земли. Да, и дальше идет. Вот в книжке Носова про Незнайку, там очень много... Видимо, Носов был очень толковый человек. Я некоторые вещи запомню просто оттуда. Он говорит, что воздух очень прозрачный. И поэтому Солнце нагревает... Не Солнце нагревает воздух, а Солнце нагревает Землю, а Земля уже нагревает воздух. И это в заметной степени так, потому что слишком высокочастотные, слишком энергичные кванты, и они не очень хорошо резонируют с молекулами воздуха. А после того, как они попали и отразились в Землю, они часть энергии потеряли, и отраженный квант уже более компатибл. О! И поэтому Земля как раз... Да. А иногда многократно, вот это вот то, что я тебе говорил, выхолаживание ясного неба. Если есть облако, то этот квант отразился сюда, ударился об облако, ушел обратно, и вот этот прониковый эффект возникает. Да. То есть вот облачная ночь, она теплее. Все, да, это известно. Вот почему я вот эти снег. Вот поэтому, да. Ну, я уж не говорю о том, что как-то Земля может прогреваться, что теперь, когда прогнозы более точные, то есть куча вещей, например, взаимодействие с растительной, подсылающей поверхностью. То есть теперь уже учитывается, что растет. Что растет. Что вы тут выращиваете. Как это будет взаимодействовать с воздухом. Как поглощается вода землей. Как быстро у тебя всосется земля в воду. То есть ты должен иметь модель почвы. Дальше у тебя есть океан. Океан намного массивнее, чем атмосфера. Поэтому и теплоемкость его больше. Поэтому, например, если у тебя прошел ураган, у тебя перемешалась вода, у тебя наверх всплыли холодные воды, и это пятно холодной, так сказать, низкой температуры, которое будет высасывать из атмосферы. То есть ты не можешь сделать отдельную модель атмосферы без океана. Поэтому, в частности, сейчас уже налажена большая сеть анализа океанских данных. Слышал ли ты, например, про такие буи Арго? Нет. Значит, есть огромная флотилия буев, которые дрейфуют на глубине, кажется, километра. Не буя себе. И они иногда, в нужное время, они всплывают. Так. Производят измерения. Производят передачу данных на спутник. Два раза для верности. И уходят обратно. И это тоже используется? Конечно. Конечно. Потому что на просторах океана измерительных станций намного меньше. А тебе все это нужно. Понимаешь? У тебя же все равноправно. Ты не можешь сказать, что я вот здесь. Давайте мы вот на меня дадим прогноз. Дальше Сталина. Да. А значит, на самом деле, если ты хочешь давать прогноз на сутки, то ты уже должен иметь у себя белорусские данные, грубо говоря. Понятно. Ну да. Понятно. То есть, ты можешь сказать, что я главнее. Что вот у меня там Mercedes круче. Ну, пожалуйста. Ну вот. Да. Не прокатывай. Там не договоришься. Да. Понятно. Вот. И это значит решает задачи Каши. То есть, в договоренное время все производят измерения. И начинается решаться в задачах Каши. То есть, надо переинтерполировать. Опять-таки, вот там, где мало станций, надо как-то это залатать. Зонды. Вот зондов там, ну, меньше тысячи, надеюсь, шарик. Там, 600, 700, вот, спускать. Скажем, по гринну, что там, в ноль и в 12 часов. В ноль запускается больше, в 12 меньше. Есть станции, которые только один раз в сутки зондируют. Есть какие-то исключительные, которые чаще. Ну, в общем, вот, один-два раза в сутки. Дорогая штука. Ну, грубо говоря, 100 баксов, один запуск. Дальше это надо все переинтерполировать. И дальше начать считать. То есть, происходит сколько-то времени на передачу данных. Все регламентировано. В какую минуту ты запускаешь зонд. До какой минуты ты должен передать данные. То есть, если ты передал позже, то они не успеют. Опоздал на поезд. То есть, это все жесткие регламенты. До какой высоты долетел зонд. Это все прописано. Есть специальное агентство ООН, которое называется Всемирная Метеорологическая Организация. Организованная после Второй Мировой Войны. И в Женеве есть два больших дома. Одно ООНовское, а другое неподалеку в ОМОН. Которое долгое время занималось всякими регламентами, кодами и так далее. Которое, как передавать, куда передавать. Это значит, станция передает в некий районный узел. Был районный, так сказать, в областной. И в обе стороны обмена. И значит, есть жесткие регламенты. Когда ты должен передать, что ты должен измерить. Как ты должен закодировать. Как раскодировать вот эту телеграмму. Набор чисел. И это все прописано и в компьютеры загнанно. Я еще помню времена, когда здесь было очень много народа в гидрометцентре. И очень большая часть это были дамы, которые от руки расщерчивали изолиние давления. То есть это был основной контингент. Когда я сюда пришел. Конечно, когда я сюда пришел. Такой кабинет для двух ученых. Гидрометцентр бы себе, конечно, не мог позволить. Здесь сидел человек шесть. Вот. Проходить между столами боком. Слушай, ну и все равно. Несмотря на это не все. Но это еще не все. Потому что с добавлением всяких спутников, спутник же он все время летает. Измеряет все время. А если ты начинаешь прогноз шесть, скажем, два раза в сутки, то ты большую часть информации выкидываешь. Жалко? Поэтому стали развиваться технологии так называемых четырехмерного усвоения. То есть ты не задачу каши решаешь. А ты проводишь траекторию, которая наименее удалена от всех имеющихся в наличии данных. Понимаешь? Да, понимаю. Как функцию времени в бесконечно мерном фазовом пространстве. Ну, конечно мерном, поскольку ты на сетку все положил. Да. Но размерность... Четыре. Размерность члой степени свободы считается на миллионы. Ну да, нет, в смысле, что четырехмерная. Да, конечно. То есть по времени. То есть вот эта траектория. Да, и все современные технологии, они построены на этом. По сути математически это еще проще, чем решать задачу каши. Она намного сложнее, конечно, нас много сложнее. Ты притяни траекторию. Нет, ну в смысле математически, вот с точки зрения, что это такое, это просто минимизация определенного функционала. Ну ты себе представляешь уровень сложности этой задачи минимизации? Это так всего лишь так, да. Она сложнее, да, чем каши? Конечно. Конечно. Казал, что вроде как экстраполировал и все. Как? А как? Как? Вот представь себе, что у тебя, ну, понимаешь, провести прямую, скажем, через эту точку под углом 45 градусов, это пожалуйста. А если у тебя есть вот облако точек, провести прямую наименее удаленную, это нужно метод наименьших квадратов, да. И все это замечательно, это прямая. А если у тебя нелинейные уравнения, если это не на плоскости, а в пространстве размерности несколько миллионов. Ну дает лучше, да, прогноз? Да. То есть это все... Это новый шаг, да? Конечно, но поэтому вот с тех пор, когда появились логарифмические линейки и первые компьютеры, до нынешнего времени, метеорология это один из главных потребителей суперкомпьютеров. То есть, что не дашь компьютер, будет вопрос, а нельзя еще лучше? Да. То есть я здесь вот проследил, тут много раз менялись компьютеры, и те, которые были тогда, конечно, многократно уступают вот этой персоналке. Да. Володя, спасибо огромное. Вот мне интересно напоследок, чисто такой практический вопрос. 31 августа этого года была страшнейшая жара. А вот можно ли узнать рекорд 31 августа? Вот, наверное, все-таки был не рекорд. Вот рекорд в Москве, и вообще, как рекорды, вот как они себя ведут, где посмотреть на рекорды? Потому что говорят, что климат теплеет. Это говорят все, да? Август 31 число. Да, и вот это может быть видно по... Вот, давай посмотрим сюда. Вот отклонение в 9 градусов. Это... В этом году. Сейчас, это я смотрю, что Дмитров, да, это Дмитров. Ну да, пусть Дмитров, там 30 градусов, да, было? Вот Дмитров, ты хотел Дмитров, да. Ну, конечно, 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 это есть, но это же не сложно. Тогда скажи просто вот чисто свое мнение такое субъективное, вот ты наблюдаешь эту погоду все время. Ты можешь сказать, что оно теплеет, да? Конечно, теплеет. В данном случае я тебе говорю, как обыватель. Известно, что там Севморпуль, там вот Арктика, например, теплеет. Другой вопрос, это очевидно. А вот объяснить почему, вот это другой вопрос. Понимаешь, это просто разный совершенно уровень сложности. Да, понятно, понимаешь, просто констатируйте этот факт, или понять, в силу чего он происходит. Да, просто, значит, то, что тебе упал кирпич на голову, тебе больно. А вот понять, почему он упал, это значит, что... Если ты еще жив, то тебе больно, да. Да, да, да. А вот понять, как это произошло, причинно-следственная связь. Это задача совершенно другого уровня. И если по первому поводу безумные шведские школьницы могут выступать, то у меня... Имеется в виду Грета Тунберг, если что-то. То, и вот всякие там демонстрации, то это все полное безумие. Потому что это надо разрабатывать технологии. Да, да, да. Надо разрабатывать знания, чтобы получить ответы. Да. Надо в школе лучше учиться, а не бросать это дело. А вот про школу мы еще поговорим. Вот у Володи есть курс. Я хочу его... Да, это очень хорошо, тогда... Подожди, я несколько слов еще хотел бы вдобавок все-таки сказать. Потому что понять, как причинно-следственные связи, например, простой вопрос. Это связано с деятельностью человека или это связано с изменением, с эволюцией орбиты Земли? Неизвестно, да, пока? Нет. Нет. А для того, чтобы ответить на это вопрос, нужны модели, которые бы хотя бы предсказывали прошлое. То есть, чтобы ты интегрируешь, там, скажем, стартуешь с того, что у тебя было 10 лет назад. Да. И приходишь к тому, что у тебя было 9 лет назад. И сравниваешь с фактом. Да. И спрашивается, какая у тебя погрешность получилась. И, в общем, она не очень маленькая. При том, что есть огромное количество подгоночных параметров. И ты должен же это сделать многократно, иначе ты подгонишь, а прогнозировать не сможешь. Понимаешь, да? Вот эту фразу. Что для того, чтобы надежно сделать надежную модель, у тебя архив должен быть намного более мощный, чем число степеней свободы. Да, конечно. Вот. Потому что, если ты по одной точке проводишь прямую, то результат может быть разнообразный. Да. Вот. Да. Вот. И это требует создания более точных моделей. А это требует квалифицированных людей, пожалуй, в первую очередь. Потому что там математика трудная. Это требует накопления архивов. Это требует мощных компьютеров. То есть, понимание всякой физики. Там в каком-нибудь Максе Планке продолжают монотонно работать над изучением всякой физики атмосферы. У нас с этим делом более-менее все прекратилось. Физику атмосферы не изучают. Да. Как таковую, в общем, конечно, там есть у нас институт физики атмосферы. Маленький, с пожилыми людьми. То есть, в свое время это был хороший, сильный институт, который возглавлял Обухов, ученик Калмогорова. И там еще были, там вот Акива Игловым там работал. То есть, тоже ученик Гельфанда, Калмогорова. Молодежь! Вас там ждут? Да. На самом деле. Да. Но все это, значит, они надо. Обойдемся мы без этого. Как-то сегодня прожили, завтра проживем. Такое, общее, значит, много десятилетий, не знаю, уже, пожалуй, век прошел в этом убеждении, что вот как-нибудь, ну, там, или под руководством марксизма, ленинизма, или мы там какого-нибудь чуда, мы там, значит, шапку осень кинем, и по щучьему велению, ну, сначала на овощную базу сходить, и еще что-нибудь. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыли, что разлагается, картошка на полях. У меня... Алеш, я в свое время произошел от обезьяны по Энгельсу. Произошло это в совхозе Панфиловского на разъезде Дубосекова. О, да, я знаю, такое место. Да, значит, нас... Фигуры там огромные. Да, нас бросили выковыривать картофель, который из-за сильных дождей остался в почве. Оборудование не дали никакого. Даже лопаток. Даже лопаток. Я, ну, у меня с собой был перочинный нож. Я пошел к ближайшему капушке леса. Я срезал палку, я ее заточил ковырялкой на конце. И таким образом прямо по Фридриху Энгельсу произошел от обезьяны. Премию Сталину не дали никого там ближнего. Нет, 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 нет. Значит, вот лично ковырялку сделал. Обалдеть. Польза учености. Польза учености. Ну, не знаю, может, правда, как-то в какой-то момент жареный петух кого-то куда-нибудь клюнет. Понимаешь ситуацию? И молодежь побежит. Это нужны долговременные вложения. Понимаешь? Да, понимаю. Сегодня решишь, что надо бы этим заняться. Завтра эта картошка не вырастет. Картошка вырастет через несколько месяцев. Также с образованием. Да. А с образованием еще больше. Десять лет. Леш, прикинь, когда Петр учредил Академию. В 1701 году была первая школа математических индустриционных логов. Да, вот приехал Эйлер, Бернули. Это через сто лет уже? Нет, это при Петре. Нет, это при Петре. Эйлер приехал молодой, он приехал вместо Бернули. Бернули его вместо себя прислал. Но это уже Петр уже был давно в этом под землей. Нет, 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 нет. Он приехал молодым совсем. Просто он здесь пробовал, потом за ненужностью уехал в Прусию. Правильно, первый приезд был сразу после Петра, да. Вот. А когда Чебышев появился? Вот так сказать, как бы, Липунов, Чебышев. Да, когда пошли. Менделеев. 150 лет. Это конец 19-го. Середина, середина, да. 1852 год, который потряс мир результат вот про этот самый закон распределения простых чисел, первой оценки Чебышева. Это середина века. Лобачевский немножко раньше. Да. Ну, то есть, вот сколько-нибудь массивная наука в России появилась спустя 150 лет. Значит, вот этот кактус надо поливать вот столько времени. Ну, в общем, мы и начали. Вот наша дорога, вот наш канал, это и есть. Пока травка подразится. А чиновник, ему надо в конце квартала отчитаться. Да, да, да. И, значит, это важнее всяких ваших наук. Нет, отчет надо вот пройти. Отчет, да, отчет. И поэтому это все глохнет, вязнет и какая-то полность. Нет, нет, даже нужна какая-то нужное внутреннее понимание самих вот людей, что они будут этим заниматься. Вот, чему я всех. То есть, вот что-нибудь можно сделать только по халатности и недосмотру власти. Ну что, покажи курс. Как? Курс показать? Да, потому что у Володи есть курс переходный от школы. Мы постройку на него дадим? Да, мы дадим, да, но просто так сейчас, раз так, типа. Сейчас я найду. А в описании, да, будет, то есть, в завершение я хочу рекламировать курс. Дело в том, что я с такой аккуратностью и дотошностью ничего не начитаю и хочу немножко, как это сказать, проехаться, да, чужим смычком. Вот сейчас я скажу, где Володя начитал ее. Значит, я могу рассказать, как это произошло. Вышка проводит международную олимпиаду по математике свою. И я предложил, что они заранее регистрируются там вот в разные страны. Я предложил, что давайте я, значит, прочитаю для них курс вводный. Она еще там, ее перенесли из-за коронавируса, кажется, на январь. Так. Вот, и я прочитал 12 лекций. Вот, и это вышка, это переходка от школы к вузу, правильно? Да, 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 да. Вот, 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 вот это то, что да. Сейчас я найду ссылочку. И сейчас я покажу. Да, сейчас мы посмотрим. Сейчас, вот ссылка. Вот это. Вот она. Да. Сейчас мы вот... Ссылка на плейлист. Да. Ну, плейлист мы дадим в этом самом, в описании к видео, само собой. Да. Там есть еще, кроме этого, слайды к лекциям. Да. Это тоже ссылка. Да, я открывал лекции, я смотрел там. Лекции, а кроме того, есть... Аккуратненько, все, комплексные числа. Вы знаете, Пакир был пьян. Здесь нет выхода в YouTube. А, ничего страшного. Мы все дадим в этом самом. Все будет в описании к видео. Смотрите, пожалуйста, ссылочку. Да. Да. Значит, я прочитал 12 лекций из деревни. Да, и вот оттуда. Да, вот отсюда, да. Вот отсюда. Но, правда, это было летом. Это было летом. Вот это... Да. Дом хозяина. Отлично, отлично. И там тоже дом хозяина. Я видел там вероятность, комбинаторика, комплексные числа. То, что мне всегда лень рассказывать, потому что я это как бы настолько хорошо знаю, что мне это лень рассказывать. А Володя молодец, он все рассказал. Вот. Да, и там какие-то слайды еще. Мои ученики перевели на разные языки. О, нет, нам на русском. Там есть на китайском слайды, на вьетнамском, на албамском. Мы же это, мы же как это, мы квасные. Мы хотим на нашем родном. Хорошо. Чтобы в мире без России, без Латвии жить единственным человеческим общежитиям. Но на русском языке. Хорошо. Хорошо. Говорил я исключительно по-русски. Да, вот. Так что, значит, курс этот я всем рекомендую. И вообще, ну, прошу любить и жаловать. Вот, метеорология, давайте учитесь и присоединяйтесь к команде, да, будете вместе с Володей через 20 лет развивать дальше. Я несколько лет назад, меня пригласили вместе с Филиппом. Мы ездили в Сириус, знаешь. Да, конечно, знаю. И там мы... Я ездил очень много раз, да. Но меня больше не приглашали. Один раз пригласили. И мы там занимались с какими-то победителями Олимпиад. Да. Это как бы прикладной математикой. Там на Матлабе программировать, задачи решать. Вот. Но поскольку приехал человек из гидромедцентра, они решили воспользоваться, прочитать лекцию для всех. А, да. Я тоже такие читал там, да. Про прогноз погоды. Да. Ну, и я расстарался, час вот рассказывал. Ну, теперь вопросы. А какую зарплату получает синоптик? Вопрос первый. А это были... Это была наука или все? А, нет, ну все тогда, это понятно. Хотя я и всех заводил. Да. Математика футбола заводила в Сириусе всех. Ну, вообще надо, ну, как бы, игнорить. Надо смотреть, как все-таки это, как бы, ну... Тем не менее. Один человек, один голос. Один человек, один, но не очень много. Нет, нет, все-таки в Сириус в основном попадают люди, которые не должны подавать этих вопросов. Может быть, я, кстати... Ну, скажем, пропускаем именно отделение науки. Да. Еще у меня там была... Поскольку у меня всякие там... Еще меня попросили побеседовать со спортсменами из Архангельска. Да, так. У меня тоже вот много таких опытов там было. Да, на исторические темы. Я с ним побеседовал и спросил, кто, знаешь, такой Соловки. Архангельск. Да, но они, наверное, знают просто, что это такой архивий балак. Из всей публики одна девочка сказала, что ее, кажется, туда возили. Родители это все. То есть, они не знают не то, что лагеря, они не знают архипелага. Ну, вот от слова ничего. Да, интересно, это интересно. Интересно. Но в мат-классах, в которых я вел, тоже были приколы там, например... Ну, это не мат, нет, 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 не прав. На математических лекциях, которые я вел по стране, были варианты, например, ответа радиус земли, вариант ответа был 150 километров. Бывало, но я не теряю надежды, потому что, так сказать, ну, как бы, капля камень точит. Это, причем здесь надежда. Это есть обязанность. Да, ну, правильно, да. Вот, неси свое гермо. Неси гермо. Совершенно верно. А что будет, как это дальше? Тебя все равно будут дать по делам твоим. Володя, спасибо огромное, дорогой. Спасибо тебе за визит на наш канал, друзья. Хорошо. Вот, Гидромедцентр был. Хорошо. Хорошо.